так ребят все стрим пошел опять не волнуйтесь я вернусь просто запилил твич по просьбе людей вот плюс запилил естественно просто стоп стар чтобы запись обрубить а тут просто бесполезная запись фактически сейчас хэппи не играет костюм не играет на никто не играет вообще ни хрена не понимаете все происходит неужели до админа не связаться никак с админом никому и здесь столько людей сидит и стримеров и игроков очень много очень это странно вам скажу а Да, это всеобщее замешательство здесь происходит. Я делаю стоп-старт, пока вы уж извините. Минутка осталась до появления в эфире. Димага там все с кем-то бьется. С кем там Дима-то бьется все. Наверное, с товарищем, с этим, кто у него в оппонентах. Ой, стример, что говорил? Я стример. Какой перерыв? Нет никаких перерывов. Я делаю стоп-старт. Что здесь происходит с турниром? Так это то, что кривая сетка создана, и все не понимают, как играть. Потому что два человека попадают в черную дыру на дно. Вот они вообще из сетки. То есть они за орден Сутулова могут друг с другом сыграть. Как бы и один пойдет туда, а остальные пойдут сюда играть друг с другом. Плюс в сетке нет посева. Об этом тоже жаловались, что типа топы друг на друга быстро попадают. Ну не знаю, посмотрим в итоге, что из этого выйдет, конечно, всего. Я вообще не знаю, чем это кончится, ребят. Надеюсь, все кончится хорошо. Надеюсь, что-нибудь увидим вообще. Какие-нибудь игры. Продолжение следует... Все, стрим должен был начаться у вас, наконец-таки. Да, я вижу, что он начался. Чай пока наливаю. Надо спокойно, с толкойствием. Нет, что париться. Мне играть не надо. Откуда она тут лежит? Рафаэлло, конфетка одна. Прям такие. Так. 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 Продолжение следует... 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 Неужели у них нету в скайпе ни стейджа, никого там нету? Продолжение следует... Типа, ребята, вот в чём дело. Самые нижние два игрока, это боссы финальные. Победитель верхней части сетки попадает на Xerox, а победитель нижней части сетки на Tomato Pancha, которым не с кем играть. Типа, вот этим вот... Ну, вы поняли. Клаудиус, что нужно делать, если игры одна за одной проигрываются? У кого это они проигрывают? Ну, если у тебя проигрывают, ну, если ты сам игры проигрываешь, то ничего не остаётся, как написать, что... Оппонент бич, как бы, и просто... Пригореть маленько. Ну, это, конечно же, шутка, что делать? Если прямо не идёт, то можно пауду взять небольшую, как бы, не надо пытаться. Обычно у меня как было, если вот день отыграл, и вечером хочется закончить пообедой, а когда вот в ладере ты на максимуме играешь, ну, то есть на своём не фуфан, тогда может это кончаться всё поражениями, и можно так пять раз подряд проиграть, как бы лучше тормознуть вовремя просто. Сетку убрали, ребят! Аллилуйя! Будет новая сетка! Красотуля! Аллилуйя! Зайки-суля! Ждём. Вот, вы видите, всё, её больше нету. Где она была? Сейчас появится, значит. Всё, забудьте про старую сетку. Всё-таки они действительно кривой было. Всё-таки. 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 Так, ну что, всем отписал. Да, ребят, делайте чаёк, ставьте там. А, о, сеточка попёрля, новая, новая сетька. Ро 268, ни хрена себе, а чё за 268-то, чё за идиотские цифры-то, таких не бывает сеток, 256 может быть, чё за бред-то. Проверяем, проверяем. Тоже убрали эту сетку. Проверяем. Тоже кривая сетка. Оказалось, короче, а вот всё, наконец-то, вот теперь наконец сетка появилась. Давайте просматриваем. Димага против Аут, Таманто Панчи снизу появился. Стрэндж Блай, потом против Стрэнджа я к Блаю хочу вырываться, чтобы потом победителя со Стрэнджем посмотреть. Уже я вижу эту пару. Каз не с Нерчем, Каз выдыхается влегчением, потому что Нерч это про Кис, кстати, это ты из нашего чатика, блин, второй даже белорусский флазы сегодня не вижу. Минатыч. Титан против Файеркейка можно глянуть, нужно глянуть, походу, да, лучше я Титана, пожалуй, гляну. Где Титанчик-то у нас? Олежик, Олежик, где же ты наш? Олежик. Так, Титанчику отписал, Клодоржиха, Файеркейк Титан. Хэппи против Маджестика, тоже, кстати, ничего, такая игра. Может туда попытаться ворваться. Револьвер с Марсменом, кстати, Протас, Протас, я помню, Блай еле-еле выиграл. Арктур, Казахский флаг. Так, 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 дальше проверяем, что у нас происходит. Тиран Вик у него нет оппонента пока, но у него шоу-тайм в сетке Бани, шоу-тайм Джонни Риковой. Ну, Тиран Вик может, это я знаю. Ну, все, вроде все есть. Ну, Файеркейк Титан мне больше всего нравится пока вариант. Ну, Файеркейк Титан. Ну, Файеркейк Титан. Продолжение следует... 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 Так, адептик вперёд пошёл. Кстати, видели мы уже этот билд от Хэппича вчера против Стрэнджа? Здесь он ставил Старфорд. Так, одеюсь, это будет инвизная банша, плюс что-то ещё. Здесь выход в СЦ-шку. Ну, здоровье получше вроде как. Спасибо, ребят. Я понял, что у меня вчера с Курлом было. Я просто съел еду со специями, как бы, случайно. Поэтому она у меня приболела. Сегодня лучше значительно всё. Вчера я думал, что вообще ГГ мне просто... Край мне наш наступил. Ну, а на ночь я прямо устроил спасательную операцию по борьбе с болезнью. Улыбил жидкости на ночь литр, плюс промыл нос, всё там попрыскал. С раствором. Потом ещё и Чарлик пришёл. Я на Скиферстное отдел и Чарлик пришёл. Просто чисто в длину рядом со мной лёг. За что, куда ты ушёл? Ушёл куда-то отдыхать. За что ему отдельный респект. Потому что, ну, просто, типа, тёпленько было. Короче, думаю, что несколько дней ещё максимум. Пару-тройку и будет всё хорошо. Слушай, Фениксы на патруле. Здесь вижу Баншу. Роба нет пока до Инвиза. Сколько осталось? 20 секунд до Инвиза. Сейчас все Фениксы случайно эту Баншу найдут. Это будет полное провалище. Вот буквально им, посмотрите, пролететь сколько до неё. Если бы пролетел сейчас Манжестик, то Хэппи мог бы уже ГГ писать. Кот полетел 5 секунд ещё до Инвиза. Полетел вперёд Манжестик. Заметил Лабу. Заметил Старпорт. Но Банша уже пролетает на вторую базу. И начинается нарезочка колбасная. Хорош, Хэппи. Это значит, дэмэдж будет нанесён. Это значит, всё будет хорошо. Красавчик, Хэппи. Контроль просто великолепнейший. А какой ещё бывает от Императора? 8 пробок уже в минусе. Но всё равно это... По рабочим всё равно больше сейчас до сих пор. Оппонента. 9 подряд. А, ещё здесь начинается. 13 пробок уже Хэппи наубивал. Нужно улетать. Нужен Инвиз. Инвиз пошёл. Обсервер сзади летит. Нужно улетать. Баншой просто от Обсервера. И всё. Здесь третий Энекс. Уже есть здесь. Третья ЦЦшка. Ещё Стимпак у Хэппи не заказан. Минус Банша. Хорошо её принимает сейчас Маджестик. Здесь Банша улетела. Фениксы могли бы и нагнать на самом деле. Улетает Старпорт. Фениксы не хотят, чтобы он улетел. Вот он Старпорт. Посмотрите. 4 Фениксы. Очень быстро его вырубят на самом деле. Нужно либо новый заказывать, либо сажать где-то здесь. Чем-то прикрывать. А чем ты его прикроешь-то? Нечем. Всё. Минус Старпорт. Хэппи. Заказывай новый. 1.1 Грейды. Понимает Хэппи, что уже Старпорт не успеет доделаться. Ну ещё тут чуткая СМ-ка тупит. Сейчас не понял чего. Здесь Старпорт сел. Ну а смысл, что он там сел? Нужно новый строить, как ни крути здесь. Третья ЦЦшка вылетает. Туретчики есть. Всё-таки улетел. Хитрый Хэппи всё-таки улетел. И как раз под тайминг реактора сейчас. Хотя не, реактор уже готов-то будет. Ну в любом случае Старпорт спас. Молодец. Ну по лимиту просто на 20 больше и на 10 рабочих больше. 3 базы. Ну правда 3 в 3 базы. Собственно нормально более-менее эта ситуация. Ну ладно, чё вы, блин. У нас здесь не секта. Фанатов Хэппи. Если там без оскорблений особо, то пусть пишут люди, чё вы, дно пищиках. Это даже как-то по-мирному. Но всё равно лучше своих поддерживать. Чтобы это не был. Чай долевая, остатки призма есть. Посмотрите, у Манжестика. Хэппи Медиваки. А, какие Медиваки? Он либераторов строит. Начинаю пчуть либераторов. Не знаю почему. Лимит почти равны сейчас. По грейдам Хэппи впереди. Посмотрите, 2-2 заказано. У оппонента только 1-1 сейчас будет готово. Он, конечно, протос под бустами, если по КД будет заказывать, нагонит. И уже на 2-2, наверное, он нагонит. Даже практически. Но ещё нужно по КД заказать. И самое главное, что тиран не хуже грейды. А 2-2 тирановский лучше, чем 2-2 протосовский. Об этом уже говорил. Потому что нужно 3 двойки. Чтобы грейды были точно такие. Либератор вылетает. Прикрывают его моряки. Успели. Молодцы. Нужно вычинивать беднягу. Только вылетел. А его чуть уже в консервные банки не пустили. Ну что, Лабу. Да можно Лабу здесь убить, сходить. Хотя Лаба ничем не мешает. Симпатчиса Хэппи. Находит Моджестику из виллые места. КСМ-чку подрезает. Ну, дал залп Либераторами. Небольшой Хэппи. Одна миночка здесь есть. Бил достаточно много. 140-147 по лимиту. Под тайминг 2-2 можно и нужно выход. Это, я считаю, сделать под четвертую базу. Фениксом скилл Корсаров. А, ты имеешь в виду закрывание зданий. Ну, тогда это будет супер Харас. Ты о чем говоришь? Если у них будет и этот скилл и поднятие, то они могут просто беспрепятственно Харасить абсолютно. Еще и сплэш давай им дадим. Вот это хороший юнит будет. Так, Либераторов реально много. Фениксов отгоняет Хэппи. Идет вперед. Четвертая нетуз будет сейчас отменяться. Ну, точно. Вот со Штормом как бороться. А зачем бороться со Штормом, если есть Либераторы? Либераторов Штормом не возьмешь, на самом деле. Очень непросто это сделать. Раскладываются. От Фениксов Марики прикроют. Так, складываются. Что-то раскладываются. Хэппи, что это делаешь-то? Будет дальше прессинг или нет? Надо подводить лимит-то сюда еще какой-то. Здесь малая только часть лимита Хэппи находится. Вот что меня беспокоит. Нужно стягивать сюда остальной весь лимит. Иначе больно будет. Смотрите, сколько био здесь забыто. Либераторов сколько. Если просто на халяву все это выбит, то остальная часть тоже развалится. В это время еще Призма летит, харасит опять же. Два зелка умудрились дропнуться здесь. Нужно как-то их чем-то убивать. Прирост, точку сбора поставишь. Я не знаю, сюда. Здесь Хэппи Блощит. Блощит неплохо. Нужно Либераторов раскладывать еще. Ошибка, ошибка, товарищ. Нет, с Либераторами такие шутки на Антблинке не касят. Потому что когда ты попадаешь в зону действия не одного, а сразу еще и нескольких, то это просто развал конкретный происходит. Так, а где еще Либератор? Что-то много здесь было. Прилетали новые. Здесь планетарка у Хэппи готова. Четвертая. Туретчики пошли просто. Смотрите, Хэппи пришел. И как с танками, с Сиджем за Блощит. Туретки здесь ставят. Верное решение абсолютно. Так, одного Либератора все-таки убил у нас. Так, серверы падают. Все, имморталов просто 9 штук. Ну, имморталы не бьются с Либераторами. Как же ты не понимаешь-то, дружок, этого? Почему Хэппи не строит, не делает 3-3 для меня загадка? Тиран уже 3-3 закалывал. Смотрите, сколько ресурсов. Ну, что за... Вот опять более-менее важный матч ответственный. Сразу какие-то косяки начинаются. Ресурсы есть. Где 3-3-то? Вот, наконец-то пошли. Вторая атака. Иллюзия делает прот. Пошел в атаку. Потому что армы кидаются, сталк и бьются, но Либераторов столько, что это минус матч-жесть. Красавчик Хэппи. Лучше в традициях Андроида просто. Пришел и... И убил. Почему Андроида? Вспомнилась тренировочная игра его с каким-то тираном. Потому что не с Артутисом или с кем-то таким, где он просто пришел первыми шестью танками в ТВТ. Через холд минки выбивал их и потом танки рассиджил и застроил его нахрен. На Азолее такая карта. Азолея была выгодна. Медивака 2, у Хэппи, все это плохо. Очень мало медиваков. Здесь очевидно, это поражение для прот. Он, конечно, здесь не эксуса строит, но еще это ему даст. Ему нужно как-то вот с этим разобраться. Разобраться нечем. Тут реально темписты нужны. Вот эту всю хрень темписты выбьет. Идеально выбили бы. И ресурсы есть. Прот. Пока что-то не понимает, что нужен. Нужен воздух какой-то. Но тяжело. Блай выиграл. Молодче на Блай. Но мы смотрим пока эту игру. Обнаруживают в Хэппи все новые и новые базы. Ниндзя нычки. Ну что-то вот нахрена столько много лимита держать вот здесь. Планетарки же везде стоят. Ну вот здесь нет, сюда есть. Призма перелетает. Золото начинает проб забывать. Прот сейчас 200 отстроит. Тоже ведь опасен будет. У Хэппи, кстати, делает сейчас грейд на либераторов. Интереснейший. Рейндж раскладки. Можно их будет переразложить. Чтобы они не вот сюда, а вот здесь вот все перекрывали вот с этого расстояния. Это вообще жесть будет. Или отвезти их сюда, перекрывать здесь же. И тогда шторм вообще бесполезен против них станет. Еще три либератора. Что это? Ку-кухи либераторов. Все 14 штук. опять блин контроль пошел на него не работает это братишка ну что что не понимаешь здесь 95 тебе прилетает просто двенадцать пять девяносто пять и ничего ты не сделаешь сюда вот если что-то зайдет я даже ну это жестче тут демод жестче чем ядерная бомба если сразу упадет просто сопоставим по крайней мере все что вот этой армии под ядерную бомбу заходить вот сюда вот кстати с рейнджом либератор прикиньте вот их до сюда разложить еще гастами отсюда ядерки кидать в международный суд по правам процессов нужно сразу писать есть такое будет приходит на steam паке хэпи сейчас выбивает не кусать здесь тоже обнаружил базу тоже нужно ломать тут не steam пачится не выбивает собирается я понимаю пойти вперед или нет свой как либератор здесь дает пробок отдает у нас просто куда он хочет лимит что ли больше зачем ему лимит телепорт на базу дальнюю делают хэпи не действия просто на steam паке конечно заходить здесь своя ломать все либераторов можно и назад было подвести на самом деле три темпе заканут день и стру а на мэйне ну темпе стыни спасут уже здесь это морфл кстати опасно здесь может может поубивать на самом же маджестик есть на дарки на мэйне пытается расшатать но насколько долго он соображал что это нужно делать нужно давно это было уже сделать дальше же есть телепортер здесь вот нужно было не ничего оставлять а фотонок построить и штормовичков штук шесть оставить хрен бы зашел туда хэпи вот так телепортнуться идти убивать например как вариант если он базу это не видел так одну базу блять маджестик хэпи но вы там дальше есть как же эти морфл вот знаете они тихнут просто да не разбивают находит маджестик шпорн по ксм пошел цешка падает же все моментально со штормаем перебарщить не надо зря а не мазеркор не потерял в итоге все таки да пеппи добивает уэлиминейт здесь очень много юнитов на хай граунд все равно не зайти будет хотя со штормом зайдет как же маджестик пеппи нужно и мп он не делает хотя бы пару либераторов здесь воздушных юнитов нет так штормы пошли хорошо маджестик штормит разваливает план причем хэпи на мейне еще как-то хэппи под угрозу ставит вообще свое существование хотя против либератора все равно ничего сделать не сможет здесь вот например ни одного медивака нету даже нечем гио вылечить это гигантская бровь здесь либератор возвращается телепу а дадите телепорт манжестик где да телепорт делал манжестик новые базы хэппи шатая здесь убивать здесь не единичка еще есть у шансу хэппи проиграть причем очень такое не слабое цените сталкеров-то много боевой лимит одинаковый абсолютно либераторы прилетают и чего не прилетели так раскладывать нужно шторм сам по себе просто кидать есть темписты уже вот это уже печально для хэппи ща вообще у хэппи все печально заблочил добычу здесь оппоненту хотя не лимита больше вру ресурсы у хэппи были но здесь тоже ресурсы есть играйды здесь есть на воздух правда отсутствует а здесь три атаки так что темписты не страшны таким либератором нужно идти сюда всем био добивать вот здесь вот пять игроков представляет что такое что что ты будешь делать надо улететь как то отсюда кэппи здесь добычи нету здесь у нас пробок очень мало минус тс-шка только вылетел хэппи подобиво подобывать сразу минус Вот либераторы. Здесь темпистами можно либераторов этих принимать, на самом деле. Маджестику. А Хэппи так и не нашёл, кстати, в правом верхнем углу базу. И здесь это бы ещё восстанавливать. Улетает Хэппи. Уже переселение Хэппище пошло тоже. Чертяга Маджестик взял да выселил. Чьими деваками спалит, по-моему, не? На халяву Хэппич. Нет, мимо летит. Ну, ё-моё, как же ты так мимо-то, Хэппич, летаешь-то? Здесь же вон база ещё одна. Заходят на стимпаки. Нахрен стимпачится-то всё, блин, краснющая. Просто невероятно какое-то. Залетает. Понимаю, где в рот живёт. Начинает здесь убивать. Маджестика сопла и блок просто гигантский. Ну, пробок он успевает. Спасти в чём проблема. Нексус падает. Здесь тоже падает. Нексус новый запиливает. Маджестик сразу же. Илоны теряет все практически. Кибернетку нужно было бы убить. Хэппи убивает. Газ пока не трогает вообще. Спускаются. У них здесь три сталкера есть. Нужно уходить, хэппи. Нужно их прогнать. Хэппи их прогоняет. И здесь теряет всеми девайки. Я же что делаешь-то, хэппи. Не, не все врут. Но теряет. Здесь один нексус у хэппи остался. Нужно раскладывать либератор. Таким образом, чтобы Протсу было тяжело сюда пройти. Протсу не... Протс проходит ему легко сюда пройти. В итоге, либератор раскладывается таким образом, чтобы прикрыть отмену нексуса. Здесь все перестимбачно. Ё-моё, какой лимит-то боевой. Просто пока хэппи больше. Но сейчас хэппи очень скоро меньше станет. Здесь же все три пробки находятся. Маджестик. Раз. Два. Раз-два. Два. Стосадек. Раз-два. Три. Все вижу. Одна здесь еще. Нексус можно восстановить. 400. Есть 80 минералов. Просто вполне неплохо себя чувствует, я бы сказал. Хэппи стимпатчится. Что-то много у него ресурсов-то не ахти, на самом деле. Можно подобывать, на самом деле. Вот здесь вот мулами покидать. Ресурсы сейчас было бы. Сканет хэппи. Видит, что маджестик к нему идет. Маджестика плюс в том, что у хэппи нечем выбить темпистов. Можно сейчас с позиции играть силы. То есть, можно просто не лезть вперед, темпистами отстреливать понемножечку. Уж не, ксус есть. Доходит маджестик уже на хайграунд. На две части уже юнит в своих деле. Вот нужно нексусы отменить. Здесь два. Аж на два нексуса маджестику. Ресурс захватил. Откуда у него на два-то? Так, сталкер. Заходят либераторы темпистов. Превают. Кэппи нужно убивать нексуса. Все, если он нексуса все не выбьет, то это беда будет. Просто нахер. Тянь, вот складывается, улетает хэппич темп либераторами. Но либераторы-то не бесконечная очень проблема. Они понемножку гибнут. Здесь восемь штук уже осталось. И полудохлые. Лимита боевого меньше, причем намного. Так, а здесь на халяву хэппи нексус находит маджестик. Обратите внимание. А где пробки его? Где одна эта единственная пробка вообще находится? Вот она сна... Ё-моё, он сейчас под прикрытием я армии своей поставит нексус. Ошибка от маджестика. Он не делает нексус. Это фейл. Почему? Потому что теперь хэппи абсолютно точно может на ничью рассчитывать, улетев с цешкой сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда хэппич ты за пилоном-то лезешь? Хотел убить пилон, потерял все в итоге. Но здесь еще гас есть. И в ничью сыграли! В ничью при этом! Охренеть просто! Начал хэппи смотреть. А нет, еще не в ничью. Еще есть био. Но медиваков нет, по земле био не будет решать. Нет, хэппи все здания оппоненту точно не выбьют. Это 100%. 200% я бы сказал бы. Так, иллюзия дестабилизатора. А есть в маджестико апсервер? Нет, нету. Но минка как бы может решать, но она по зданиям-то не бьет, поэтому пофиг вообще на эту минку. Короче, блин. Это прикол. Так, темписта идёт. Хотя, три темписта есть здесь. Хотя, посмотрите, темпистов ещё попробую поймать. Не факт, что поймаешь. Вот ещё один висит темпист, кстати. Либераторы с тремя-то атаками вообще разваливают жёстко. Четыре осталось. Ну, а я не знаю, одним темпистом можно пытаться выкуривать, конечно. Издалека как-то. Но мне это не представляется. Реально, Мхэппи, конечно же, видит здание оппонента. Вот он и раз, два. Оппонент не видит, что же там у Хэппи есть. Но убить здание эти нечем Хэппи. Чего, в чём проблема. У него из юнитов один марик по земле, который ходит. То он Хэппи его стимпатчет. Не надо стимпатчить. Маркоман быстрее умрёт. Вычинивают либераторов Хэппи. Да ну куда ты подставился? Ну, вычинил, в принципе. ЦЦшка улетает. Нужно понимать, здесь всё. Маджестик обнаружил, наконец-таки. Ну, либераторы здания не могут. Нетман активировал премиум на ваш канал. Темпест летит. Вот, знаете, у Темпеста гигантский рейндж. Единственный шанс Маджестика вот здесь вот отсюда Темпестом пытаться стрелять по ЦЦшке и прикрывать сталкером от либераторов. Но проблема в чём? У либераторов три атаки и они Темпеста развалят нахрен. Вот здесь вот успеют, я думаю. Потому что если не успеют, то это ГГ Хэппи. Да, да нет, здесь рейнджа недостаточно. У него же вижены. Был бы ревелэйшн, можно было бы отсюда где-то стрелять. Да и то всё равно развалил бы Хэппи, конечно. Всё, конечно. Нет, это ГГ. В смысле, это ничья стопроцентная, ребята. Тут ничего не поделаешь. Так, или будет Маджестика пытаться развести? Нет, усыновлять получится. Да ну всё. Куда ты ему прёшь, Вася? Темпеста стеоете. Либераторы с тремя атаками. ГГ пишет Маджестик. Хэппи говорит, это здрод. Честный Хэппи. Да пусть бы выходил бы, чё ты пишешь? Может он выйти хотел? Ничья, ребятки. Это волк. Просто волк. Начинаем трансляцию. Ну, с Хэппи неудивительно. Меня прямо заражает этой энергией. Так, захожу к Хэппи, чё Титанчик у нас, что? Титанчик мне не отписал, но он не видел наверняка, что там происходит. Титан бьётся с Фаеркиком. Но у него есть стрим ФП, поэтому смотрите его, если хотите. А, всё, Фаеркик 2.0, Титан, о чём я говорю, ребята. Печально, печально, ничего не поделаешь. Найти ЦСшку темпистами? Почему ничья? Потому что вы эксперт из чата, а я поми. Поми, эксперт из чата. Поми, эксперт из чата. Поми, эксперт из чата. Ха-ха, очень приятно. Вот, поэтому и ничья. Такие моменты-то я понимаю, что будут. Ладно, шучу, ребят, не принимайте близко к сердцу. На самом деле, уже понятно давно было, что ничья там. Потому что там этими темпистами было никак не убить. Теоретически, теоретически, если бы три темписта полетели бы туда, конечно, сразу, тогда бы шанс был развести либераторов. Но при других... Так, ты Кокосу убил 2.0, красавица. Чё, Илюха, я тебе скажу? Натренился там, смотрю, на своём этом... В вашем этом, точнее. Ну, ты понял. На лане, короче. И не спрашивайте меня про счёт, потому что он правильный. Что еще? Продолжение следует... Ну, это не Маджестик вытащил, это Хэппи тупил на самом деле. Так, у Темписта бы ничего не накопилось бы и ничего бы там не вымеплил он в любом случае. Только тремя Темпистами он мог выиграть. Если бы три не отдавал бы, тогда бы Хэппи очень вовремя начал летать, кстати говоря. Если бы не отдал три вот так вот бездарно, точнее два из трёх, тогда бы я думаю, что даже победил бы Маджестик, скорее всего. Ну, отдал, сам виноват. Чай кончился, чай кончился, ребят. То есть, если бы было бы Темписта три... То есть, если бы было три Темписта, можно было бы залететь как? Одним вот отсюда, одним там отсюда, одним отсюда и просто стрелять как бы туда. Можно было бы попытаться убить Либератора. Так, секундочку. Давай, удиви меня! ТСМ готов! ТСМ готов! К трудовым подвигам готов! Кому навешать? ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! База атакована. Пристройка. База атакована. Пристройка завершена. Высылайте подмогу. Улучшение завершено. СМ готов. Кто на новенького? Ваши войска атакованы. Так, ребят, я извиняюсь. Пэмешка дедушка мне позвонил. Просто не мог я не ответить. Редко с ним. Мы так сейчас общаемся. Из-за своих проблем со здоровьем. Не могу до него доехать я никак. Да и вообще в зимой в деревне кайфово. Сейчас поправлюсь обязательно доеду. Вот, кидаются, кидаются мульчики. Хэппи тут очень неслабо. Маджестик на самом деле прохарасил. Хэппи сейчас пытается. Сейчас циклоном убить призму. Хэппи. Но и не получилось у него, к сожалению, это сделать. И бункера нету. И пушта сверхсерьезная. Ребят, это 1-0 в пользу Маджестик. И вкатил здесь билд Хэппи с минками перед робом. Маджестик был готов прекрасно. ГГ. 1-0. Ждём следующую игру. Слава богу, что она не последняя. Потому что первая ничья была. Он что, Хэппи в первом туре после ничьи отлетит, что ли, такой? Сейчас ничья-то, ничью-то, для ничья, для Протса чудо там было, а не для Хэппи. Вот в чём прикол-то. То есть там Протс вытащил, а не Хэппи. Хэппи там отдался. Так, обновляем сетку, проверим, что происходит. Ну, надеюсь, что не все наши так прям сразу возьмут вылезть. Димага в третьем туре, молодец уже. И там, на самом деле, он может выигрывать. Илюх, молодец, выиграл. Стрэнджблайм бьётся, кстати. Блин, ещё на наши на наших попадаются. Не знаю, Стрэнджблайм начали, кстати, или нет. Там интересная, на самом деле, игра. Но Хэппи ещё нужно досмотреть, учитывая, что он проигрывает в особенности. Касс в третьем туре. Наверное, Тефель выйдет, наверное, на касса. Мината, Солум, Фаеркик, победителя. Нет, Стрэнджблайм выиграет. Дальше-то у него там достаточно просто по сетке. Ревыч ещё бьётся здесь. Да нет, все сразу наши точно не вылетят. Скилл сбьётся. Ну, у него Фиер. Неплохой такой процесс немецкий. Тиран Вик ждёт оппонент пока. У него Банни, у него Шоу Тайм, у него очень опасная сетка. Но Банни и Шоу Тайм друг друга убьют кто-то. Ему нужно будет одного хотя бы выиграть. Так, а сегодня что-нибудь помимо Дримхака есть, кстати? Нет. Нет, нету ни хрена дальше, насколько я вижу. А, Северная Америка есть, Дримхакнул. Нахрен Америка, конечно, интересно, но там поздновато всё это будет. Ну что, некто спусты, и так и Бернаточка пошла. Ну что, некто спусты, и так и Бернаточка пошла. Ну, вот эта карта хорошая для Хэппи. Халфу в Ране нет, неправда. Продолжение следует... Если ещё раз я CTRL-C, CTRL-V увижу, задержка 3 минуты, будешь отдыхать, не надо спамить, пожалуйста. Минка на рампе, у Хэпи ещё есть, здесь адептик приходит, но он не будет сюда телепортироваться, естественно. Игра приостановлена. Так. У кого там на пул игры вперёд? Я отпишу, чтобы такого не было, если кто-то из стримеров, ты имеешь в виду. С трудовым подвигом готово! Лэши 2013 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно, небольшой вброс, по мере спектон за стримы. Пристройка. Спасибо тебе, Лэши. Давай, удиви меня! лэши 2013 judy Наши ТСМ подготовлены. Так, ладно, Зергу я отпишу. Я думаю, что он поймет. Опять Хэппи свою тему играет, а опять демеджа практически нет никакого. Хотя, Оракул, два адепта, уничтожена пробка. Ну, парабам, посмотрите, какая печаль. 30-47, ё-моё. Третья Цэшка, я-то не понимаю, почему Хэппи не играет Риппера? Был Риппер, теперь эту хрень. И постоянно эта хрень. Но если ты умеешь и Риппера эту хрень, чередуй хоть как-нибудь, ё-моё. Постоянно, я не понимаю. Один билд как засел, вообще, я не знаю, как это, блин. Заколдовали как будто Хэппичи, я не знаю. Так, здесь что-то Хэппи затупило. Орбиталка строится. У КСМ-ки нужно было уже, что достроился. Мне курсивом? Я здесь. Мне курсивом. Мне казалось, что курсивом на самом деле лучше. Ну ладно, мне действительно казалось, походу, это... Орбиталка строится. КОНЕЦ Так Пошел Довар Маджестик приходит На блинке Собирается пушить С центрями, с толкерами Ребятки, да это изи 2.0 просто Смотрите на лимиты Не понял, что Хэпи делает, если честно Ну все, пора ГГ писать Передроп пошел Просто в хлам вообще Хэпи сейчас уничтожает Маджестик, просто в хлам 70 на 115 Довар просто гигантский идет Здесь 3 юнита крестом Все под гвардином, дэмэджи вообще не наносится Практически Ущербные билды у Хэпи, реально Так, где там зерк вообще Так, где там зеркаляя Все подистие Продолжение следует... Привет всем, ребят! Сетку смотрим. Так, Кас против Тефеля будет биться. Кас уже... А, он уже бьется 10 минут по ходу с Тефелем. Димага оппонента ждет. Так, Минат что-то ожидает. Я не знаю, что он там ожидает. Так, мама тебе звонит. Что такое-то? Что такое-то? Так, все, я здесь. Так, а что там у Терранвика? Ты говоришь, долг. Так, а в лай у нас что, кстати? Так, все. Так, все. Так, ну что, с этим разобрались. Так, напишите про Азерговую. Если у него такая задержка будет, надо будет админу написать. Так, я думаю, придется написать. Азерговую. Так, друзья. Что-то происходит. Так, 0.1 Мне надо проигрывать Давайте посмотрим соулом Игрел что-то сильный польский тиран Дальше по обстоятельствам буду прыгать Кому-нибудь Блай бьется со Стрэнджем Посмотрим, кто победит его по стриме Тефель с Касом Я уже сворвался сразу в игру, где есть Думаю, что я правильно и сделал Вооружен и опасен Улучшение Заверши наши КСМ атакованы Я не конкретно про риперов говорил Я говорил именно про билд Про то, что Хэппи играет И тем и тем билдом играл Значит нужно их чередовать Как-то нельзя сейчас в начале Какая игра только появилась Когда столь такое разнообразие Тупо играть один билд Это просто идиотизм на самом деле Так, Минато все видит Можно было забежать тупо Да, кресло К концу января все будут Кресла Хэппи будут В самым лучшем раскладе Пока, во-первых, некогда этим заниматься Во-вторых, еще Я даже не поправился До конца Зерк поменял задержку Но я надеюсь Что он поменял Потому что, как бы Потому что, как бы Конфу мы создали Чтобы все были в равных условиях Чтоб никто, ну Не был ущемлен Вообще-то, как бы И Нужно следовать правилам Слушай, если Зерк считает себя каким-то особенным То может-то рестримить Просто, фурмируясь Раз нам идут на встречу Все, как бы И спасибо Вот первый человек Вот Корсамул Иван Который Сейчас от Близзарда работает В СНГ Первый человек Который хоть что-то начал делать Для СНГ вообще Старкрафта Комьюнити Чтобы что-то здесь развивалось Чтобы все было На официальной основе Чтобы у нас не просто динамили Не вот это дно Которое было раньше Которое там просто Близзарда ИСЛ Кто там за что отвечал Я не знаю Которые просто Они были типа из СНГ Но СНГ они наоборот На дно опускали Они помогали Как-то грамотно Стримить Разбираться С этими моментами Все, прилетает Просто Либератор Соула И он тут блочит Все нахрен Мне же королеву Отгонять его Нафиг отсюда Продолжение следует... Так И успел Какие блин Эти Либераторы Просто жестокие И успел Срю королеву убить Привет всем ребят Стримеров очень много Вот сейчас я в этой игре один Значит Кто-то показывает Другие игры К сожалению Я не могу успеть Все показать вам Вот Ну буду стараться Самое интересное Находить Так что следите Просто И за другими Тоже Вот Я смотрю То куда успев Ворваться Тоже считаем Нужным Вот И то что Интересно В это я ворвался Потому что здесь уже Вторая игра Проигрывает 0-1 Мината И Просто решил Посмотреть Как здесь будет Продолжаться битва И игра была Уже Хост Как только я вышел Поэтому я сюда И зашел Собственно говоря Здесь Либератор Уворачивается От реважер Минус Овер Уже впереди Соул Смотрите По лимиту По грейдам Тоже Не уже А впереди Идеальный Тайминг Армори То есть 2-2 Закажет Сразу Практически Соул Так Пошел Вперед Соул 130-132 Лимиты Близки Мината Пытается Не пытается Он играет В линго Бейлингов Не в ровуч И реводжеров Есть уже Инфесторы Но они вышли Без грейда На энергию То есть 50 Он на 75 Будет К приходу Тиранам Уже Я думаю Очень-очень скоро Здесь королева Отступает Она успеет Она уйти Ну крип Минус будет Четвертый Ухат Навряд ли Мне надо Получиться отбить И я не знаю Куда он хочет Лезть Здесь еще Ни Микоза Нету Ни грейда Бейлингом На мух Бейлинги Очень необходимы Конечно Честно Четвертую Соул Отменять Нужно давно Уже было Пробить эти камни Вот здесь Вот как Тоже ставить Мината Этого не сделал 2-2 Грейды Заказывает Камень Пундочку Пробивает Линги Грызут Уже С 1-1 Грейдами 155 На 157 На 132 В пользу Соула Ультралис Кеверн Уже почти готов У Мината Но посмотрите Сколько газа У него фактически Нету даже На грейд На одного Ультрала Смысл От этого Ультралис Кеверна Смысл в том Что можно Одного Ультрала Сказать Четвертой Хаты Нет Это очень печально Газа Поэтому И нету Особо Либератор Отгоняет Мината Минус Либератор Четвертую Устанавливает Здесь еще Одну базу Заказывает Дропчик На мэн 4 марика Идет 4 марика Прошу прощения 8 марика Медивак Реводжеры Стоят Ждут Свол Поэтому Не дропается В другом направлении Пошел Здесь выход Очень серьезный От Сол 182 По лимиту На 174 Танки В раскладочке Не возит На медиваках Просто так Приходит Так Здесь ультралис Есть Здесь все Убивается Дропчик Минус Медивак Тоже будет Минус Хату Отменил Не заметил Я успел Лимината Эскейп Нажать Или нет Не уверен Я если честно Что успел Даже он Нажать Минат Собирается Окружать Принимать Но Но Здесь всего Один ультрал 4 в заказе Сейчас И еще Не готов Армор Уникальный Через 9 секунд Он только Будет готов Нужно Обязательно Дождаться Этого Грейда Куда Дропнул Отвлек Немножечко В это время На четвертую базу Выход приходит Интервью никаких не будет Сегодня стрим отборочек Какие интервью Отдает Отдает Другу войск Еще очередную Ну Хату Хотя бы Отменил Слово На цель Другу войск Отдал Конечно Хата Гораздо Меньше Стоит Но тут Очень важно Что четвертый Минату Не дается Сейчас Тиранам Почему Потому что Газа нет И нет Рисуса Просто Мината Идет в контратаку И вполне возможно Что он сможет Убить Здесь почему-то Боевой лимит Вообще Не отображается Странно Вы можете считать Из общего Вычитая Количество Рабочек И понимать Сколько Боевой Мината Уничтожает Сейчас Армию Оппонента И начинает Ломать 150 на 112 Не успел Гастов Отстроить Не успел Либераторов Отстроить Тиранчик Четвертый Цэшка Падает Но здесь Есть еще Одна Цэшка Это планетарка Между прочим Заходит Наверх Мината И Сул Покидает Игру Собирать На Видеопульт Так Захожу Мината Что-то у соулу горит Я надеюсь Он не скажет Что я хочу Без обсерверов Там Как-нибудь Играть Такое Вполне Возможно Начинается Третье решающее Поехали Так А где Алиса Не понимаю Как она Алиса Посмотрите А первый раз В жизни Не вижу Что бы Алиса Так среагировала Медленно Но я сам Не успел Забанить Как-то Обычно Такое Не успевает Даже в чат Попадать Алиса 1-1, ребятки Минато Соу убьется Будут следующие пары Будем выбирать, будем смотреть Я обнов... О, Скиллос проиграл Фиру 0-2, к сожалению Так, давайте пока игра начинается Быстренько я сетку пробегусь Вместе с вами Димага все еще ждет Оппонента, Илюк не сыграл Блайса с Трэнджем все еще бьются, насколько я понимаю Потом Тифель с Касом, наверное, бьются Уже Файр Кик Ждет, кстати, победителя того, что мы смотрим Ревыч выиграл Марс Мэнас, Митфик будет биться Кто такой Митфик, я не знаю Можно попытаться ворваться Будет тоже в перспективе Спелсингерс Соснуту проиграл, но Снут это снуд Серьезный Так Теран Вик, что он так долго там делает? Не понимаю, если честно Короче, вот такая вот сеточка у нас Улучшение завершено Плоим, что я сейчас прикрою двери на балкон Прохладно, с неоном двери нужно открыть, потому что там цветы стоят А там всего плюс пять, и то за счет того, что отомления там нет, за то что воздух отсюда туда приходит Сейчас скоро себя почувствую, как в экстриме Как я вчера рассказывал, ледышки будут нарастать здесь на столе у меня Ну что, рипер харасит Убил рабочего, вынудил заказать спорку, по-моему Да, была отменена Нужно мината направить рабочего на добычу Он стоит, ничего не делает Он в шоке после произошедшего Так, вот королеву граната Второй рипер здесь есть Через двух риперов соул начал играть Мината золото Вижу роуч ворон Соул, конечно же, спалил этот роуч ворон Вот в чем минус золота на этой карте В том, что можно разводить его Очень сильно это золото Пытается, пытается развести королеву Прям очень сильно он хочет это сделать Королеву так просто не разведешь Так, забегание пошло к соулу Сейчас от мината лингов Около 20 штук Да, 20 ровно и бежит Я вижу просто по количеству примерному Забегают на рампу Соул, депошку не закрывай А вот это фейл Нужно линга наставить, чтобы депошку не закрыть было Два гелена первых появляет сейчас Но 20 лингов им два гелена в принципе не помеха Начинают ксмки падать Хорош мината, хорошо ворвался Посмотрите сколько ксмок затрепал уже Потери гигантские у тирана И это учитывая то, что еще у зерга золото есть 17 ксмок минус с одного забегания Просто царское получилось Ну здесь 30 цешки уже об этом помнить Но мината второе золото уже ставит Строит роуч и лейра, правда нету И риперы все еще живы Касса, мэджи, козерк, блая? Да это прямо Это прямо круто Значит Ты уже все? Лавкан раш Не понимаю о чем ты говоришь Наши ксм атакованы Ну что, здесь роучи приходят Минус 4 роучи Это все, что мината добился Ну, на самом деле Для соула далеко еще не все потеряно У него 30 цешки У него экономика хорошая Бараки он добавляет То есть тут еще биться и биться На самом деле Алиса лишила меня спонсора Но обычно кто хочет поддержать Он находит возможность это сделать Если действительно не пьяный Жестко Так что я думаю Разберется Матом просто не надо писать в чатик Это перебор Спорка влочит добычу минералов Его сзади вынужден дрон добывать Нужно его вот сюда вот перекапывать Пусть она лучше газ влочит Немножко, чтобы вот так таскался Риперов мината гонит 78-66 по лимиту Два эволюции Но на этой карте Вот с такой экономикой С двумя золотами У роучей реводжера Идеальный вариант Да, и посмотрите Здесь атака заказана Почему? Потому что можно золото будет кушать Прямо сейчас 56-41 парабам В пользу мината Четвертая база уже Здесь либератор разложился Его спорка выбила Но пару дронов я вижу Он успел подрезать Здесь у нас рипер до сих пор живой Да на ксил нагу уже поставить его И пусть он спокойно там стоит Не рыпается Грейды в этот раз у соула позже Чем у мината Вот у него уже 1-1 делаются У мината здесь еще даже не заказано Конечно, врыв этот лингами был просто царский От мината Учитывая, что линги бежали вот отсюда досюда И здесь здание строилось То есть был вижен прямо отсюда Соул мог успеть среагировать Но он не успел этого сделать К сожалению для него В этом-то вся и проблема Роуч ему делаются Роуч строит 121 на 90 по лимиту Но если мината здесь отпустит Это только его вина Ситуация просто великой Посмотрите, насколько крип далеко уже Сейчас с этим крипом Пока мината до лимита Вот на эти просто ресурсы Закажет лимит До там 150-170 Чтоб пушить Он крип уже сможет до тирана Дотянуть практически Четвертая готова На четвертую Какие рабочие-то пушат Ну блин Роучи, реводжеры Чего мината ждет Сейчас тут танков встанет Штук шесть И хрен ты уже запустит Или даже больше Нужно давить Вот этот таймингом Как раз таки Вот сейчас выходить Просто вот сейчас газ Хотя мината лучше конечно знать как Но я уверен Что на 1-1 нужно подстраивать Сейчас до заказ делать Просто на все Роучи И на этот газ Морфить реводжеров Чтоб там было я не знаю Там 20 роучей И там 20 реводжеров И просто убивать Сейчас мината делает реводжеров 14 штук Роучей новых тоже строит Линги в этом куше Тоже очень хорошо смотрятся Почему же они бегут вперед И сплэш танков выманивают Я не знаю почему Зерги лингов не строят В такой ситуации Вижу вторая атака у мината пошла Вижу то что он приходит вперед Те же еще роучи Так реводжеры косточат Очень сильная атака пошла Танк минус Так прилетают Медиваки Но танк только один Успевает выжить У Соула Заходят реводжеры Дропчик возвращается Один реводжер на хай граунде Здесь Паер булы падают и падают Все новое Новый у мирович подходит 180 на 103 По лимиту Соула пригорит Он больше не будет Примеров пускать Похоже Я не знаю То есть он вел 1-0 А тут пришел Как бы я И типа он проиграл И задержка-то гигантская В любом случае Ну и я уверен Мината Такой хренью не пользуется Мината Это не тот игрок Хм Как ей можно воспользоваться Здесь и никак И не воспользуешься Танчик почти минус Но почти не считается 208 на 80 По лимиту Мината Все проблевает Просто будет ли на хай граунд Подниматься Пока не вижу я такого Здесь 4-я стежка строится Но она еще не готова Пока Ну здесь так Мината будет Под рампой стоять Он может и развалиться ГГ Свою биджет Молодец Мината Я не знаю Как у них в ладере Там складываются Вообще Игры Без понятия Блай играет Давайте сетку Еще раз посмотрим Отписал мне человек Что на кипбете Возможно К решающим стадиям Он сможет Ставки запилить Томато панч Я выиграл Вот это да Будет биться С победителем Стрэнджи Блай Кстати говоря Он Каст и ферлинг Знаю что за ситуация Мината с файеркейком Будет играть Но это за ВЗ Я не буду туда Идти стримить Так Эйфория Эгейн Идет дальше Чав Здесь Коур Против Жанна Мишеля Бьется Релос Мицик Я уже это говорил Арктура Оппонента нет Пока Скилла Сферу Проиграл уже Данте Против Намшара Не знаю Вот такой Данте Снизу наши есть Вообще Снизу наши Уже послевали Скоро Боя Спелсингер Так А вот Король Король Тиранвик Против Рейнка Будет биться На следующий Шоу Тайм Либо Баня Вот сюда Думаю Надо нам В эту часть Идти Где у нас Большой Босс Так Ребята Отойду Чай попер Не найти Тиранвику Оппонента Пока Ну ждем Что-нибудь Звучит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получается тут такая схема, что по кругу идет помещение... Тут, наверное, сквознячок оттуда-сюда идет небольшой... Я так полагаю... Продолжение следует... Все, Тиран Гритвик, что все... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, мне надо дальше смотреть не будем, потому что там ЗВЗ против Айркейка... Будем Тиран Гритвика смотреть сейчас две игры подряд... Вот эту и следующую... Почему бы... Следующая... С баней либо... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Меня ж мама на телефон просила денег кинуть... Забыл я совсем... Так... Разобраться... Сейчас разберемся с этим моментом... Так... здесь вот так ну что все зашли вроде там еще кто-то стримит тиммейты вот этого мцп вау процесса все наконец-то игра начинается а это твт получается тиранвик против вау процесса твт тиранвик играет неплохо но хэппи ему постоянно не удается обыграть на наших турнирах как вы видели вчера например вроде как вровень идут но постоянно бой проваливает тиранвик но хэппи есть хэппи но к сожалению тот же хэппи который постоянно наши турниры тащит здесь посмотрите в среднем европейцы его просто принимают сегодня например что случилось ну маджестик не подарок конечно оппонент хотя лотов тут сложно говорить о том кто крут кто не крут посмотрим как маджестик отыграет просто ну как-то он хэппи развалил вообще дико очень я вам скажу но и сэм готов и сэм готов СССР готов СССР готов Улучшение завершено Да всё, тиранвика продвинуть должны были Прошу прощения, я тут маме денег сотку на телефон кидал Плюс ещё потом на другой номер нужно будет кинуть И пока там просто неудобно Нету у меня на киве просто 600 рублей Чтоб ты туда и туда кинуть Потом попозже разберусь На карту заходить не быстро Ну что, минус рипер сейчас Тиранвик, ё-моё, как с хэппи Берёт и рипера теряет Ещё да бред, с хэппи он вышел Вот в подобную ситуацию Вчера с хэппи вышел тиранвик Да это действительно головорез И минус марик, и минус рипер Ну только не выходите, тиранвик, пожалуйста, как с хэппи Пригорело, блин Чё-то пригорело Тиранвик Тиранвик даёт Ну южный, горячий и молодой, я бы сказал Не надо, блин, позориться Рипер выходит, сам виноват И не сделаешь Надо контролить Теперь, конечно, нужно рипера ловить Обязательно Всё, гиллион есть Наконец-то, минус рипер Всегда вот Когда вот так вот ты прогораешь Ну а чё, фак ю Ты себе нужно говорить Хер ли ты тут рипера-то потерял Один юнит это одинаковое, блин Юнит это одинаковое У меня сейчас пригорит Взял, рипера отдал Конечно Конечно, он тебя развалит Здесь бараки пошли Вообще Всё замечательно здесь Вот у этого Я даже не знаю, что это за игрок, если честно Ну он молодец Так, здесь бараки ещё Не делаются у Тиранвика Но он строит третью цешку Поэтому нагнать можно будет В принципе, можно будет Нагнать, я уверен в этом Так, здесь три мариковых ольпс И тройной дэмэдж За один залп наносит Гиллион по трем попало мариком Так, как вы видите Текст я сверху запилил С поддерживающимися Поддерживающими меня мой канал Вот, всем за это спасибо Посмотрю потом, как у других Чтобы как-то это оптимизировать Поудобнее сделать Я не знаю Разберусь в итоге Но я думаю, что как бы так Это самое надёжное Нужно вручную заполнять чайник Братишка Пришёл ты, пришёл в буст Погладил маленько чайник Там воды нет, что ли? Погодите-ка у вас Ребят, дайте-ка Я проверю просто Извини чайник Режим готов Танк на марше Режим, брось с дороги Так, вообще не поглянул Зверью воды Я болен Мне некогда готовить еду Поэтому я чайника Сухим кормом сейчас кормлю И, конечно же, пить он хочет постоянно Да и кошка тоже Хотя кошку я сегодня в наказание С утра не стал кормить Потому что Она мне таких сюрпризов с ночи наоставляла И не один Ну что, 97 на 85 С двух бас вау-брод скатается С Теренвиком Тут Сейчас сотворить Просто очень плохие вещи Здесь есть и стимпак Щитов разве что нету Пошла атака Здесь на стимпаке Вовроц врывается Теренвик сдерживает Смотрите Атаку Мариков не хватило Щитов не хватило Теренвик из Таврополя Лак Ю Лак Ю Как это представляешь Ну да, Лак Ю Смотрю я Да, сверху написано Не, у Теренвика бывает Подгорает Мне просто угарно Что как бы У него подгорает Тогда, когда никто Кроме него вообще не виноват И при этом всем Тащит игру Посмотрите Тащит игру Щиты уже есть Стимпак уже есть Рабочих на двадцатку больше Боевого, соответственно, меньше Нужно аккуратнее быть Теренвику Стимпач с его оппонент Танк Теренвик запустил И Теренвик сломал Здесь покидает Игру Вовроц Теренвик сломал Теренвик сломал Теренвик сломал Поехали Далее Так, обновляю сетку пока Здесь самое начало Ребят Естественно Каст и Филимс Бьются Минат с Файеркейком Вейтех проиграл Поу еще не проиграл Рево еще не проиграл Может дальше пойдет Сетка очень сильная Ребят 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 Ну что, Теренвик с трех бараков Риперов Посмотрите, строит Оппонент Там оппонент Вообще играет Билд С которым риперов нужно копить Против этого билда Почему? Потому что Здесь один рипер Все, его нужно без потерь Убивать При таком раскладе Прилетает Теренвик Кидает гранатки Под себя Больше попадает Чем под оппонента Здесь два гелена уже Нужно гелена забирать Одного забирает Теренвик Второй выжил Здесь марики строятся Нужно риперов ждать Еще три рипера С тремя уже можно И нужно врываться Только Желтого нужно Назад немножко Отправлять Так, геленчик все-таки минус Марик жив чудом Тут каким-то Фура-бам Теренвика до сих пор меньше Нахренам-то залез Опять сейчас на вторую базу Потерял все Вот сейчас Еще один рипер прилетает Все-таки убивает Законтролил у нас Вау-проц И что здесь пригорать Тут уже банша с инвизом делается Здесь нету ничегошеньки Вообще Ну что, риперы подлетают Сейчас банша уже будет Сейчас точно Пресечет этот харасс Оппонент Теренвика С баншой уже ему нечем Разговаривать Просто-напросто Хорошие гранатки кидают Я вам скажу Так, геленчик уничтожен Один вот геленчик Ой, как гелена откидывает Халявно сейчас Просто Теренвик на халяву Тут наломал С баншой Ну вот куда опять-то Вот что ты сюда летишь-то Я не буду Че ты летишь сюда М-подчеркивание Кио Поддержал ваш канал На сумму 230 рублей Ровно Спасибо за стрим Удачи нашим Спасибо, М-Кио Продолжается Харасс Все здесь Че-то взрывается Гранатки ставят Сколько нужно еще Врываться Здесь уже есть танк 37-27 Все равно Больше лимит Но у Теренвика Праворабочих Ровно столько же Сколько у оппонентов Стало Здесь-то технологии есть Давайте сейчас ФП посмотрим Спасибо, М-Кио Еще раз Пристройка Завершена Так, ладно Потом В следующий раз Не буду Прям в игре У меня дело Потом буду менять Бараки Возвращаются Домой Теренвик Отбивает Харасс Рипером Ну, ЦЦ-шка Пуще, чем здесь Технологии Меньше Здесь танк Вперед выдвигается И счет сейчас 1-0 1-1 Точнее, скорее всего Станет Здесь просто Нечем физически Отбиваться Технологии Надо отсюда Нахрен Ну, либо было нормально Вот здесь Вот здесь В СИЧ Вот видите Как тупо Завел Два танка Наверх Вот здесь Один СИЧем Один Наверх Завоем С юнитами Все И Просто Этот СИЧ Сюда Полит Ты агришь Танком Сверху Ездишь Зад Вперед Просто Разводишь Все Это ГГ Было На самом деле 100% Но Не смог Реализовать В итоге Вау Проц Для Теренвика Есть шанс Тащить Коу Тащит Молодец Коу Что я могу сказать Два Викинга Летят Можно сесть Здесь пару КСМ Хотя бы Забрать Здесь Очень Немобильный Микс Ну Че-то Танков Прямо Вообще Гигантское Количество Но К танкам Нету Ничего Вообще Ничегошеньки И еще И стимпак Одновременно Заказывают Здесь Танков Меньше Но Здесь Био Зато Больше У Теренвика Будет Прилетают Викинги Можно Сесть И Выбить Красных КСМ Спокойно Что Теренвика Делает Да Вон Красная Пошла Ё-моё Ну Добычу Немочко Сбил И То Неплохо Сколько Тут КСМ Таких Полудохлых На Одном ХП 574 Лимитов В пользу Мкио Ой Какой Мкио Мкио Спасибо За поддержку В пользу Вау Процесса Вот он Полетел Харасить Но В принципе Он по всем Параметрам Пока Опережает Три Барака И в Родакшн У него Лучше Разве Что Хотя Нет Родакшн Теренвик Такой же Просто Он не Заказывает Пока У него Ресурсов Не Хватает Так Третью Цешку Теренвик Тоже не Строит Потому что Видимо Боится Что Просядет По боевым Юнитам Он и Просядет Абсолютно Точно Если Будет Заказывать Но Викинг Летит Патрулировать Залетает В это В это Время Одновременно Медивак Викинг А Здесь Еще Ревен На мейн Пролетел Ревен Отдается Здесь Дропчик Пошел На Стимпаки Марики Начинают Хараси 66 90 По лимиту Развел Сейчас Теренвика Оппонент Его Нужно Викингам Лететь Пытаться Поймать Медивак Уже Не поймать Он улетел Далековато Щиты Теренвика Теренвика Далее Далее Соплай Блок Происходит Депошки Нет Мула Нет Чтобы Кинуть Депошку И Что здесь Делать Еще Так Марики Пошли Разведывать Что происходит Викинги На патруле Десять Депошки Марик Идет Сейчас Видит Что Оппонент Идет Вперед Нужно Выйти Сейчас Вниз И Встречать Встречать С танков Так Сканит Теренвик Видит Все Прекрасно Танки Летят Как Сидится Можно Забрить Эти Танки Вау Протсу Забривает Теренвик Но ГГ Кидает Игру 1-1 Слишком Ущербное Начало Было Теренвик Ну что 1-1 1-1 Теренвик Ну что, 1-1 Давайте хоть Теренвик-то не будет так рано вылетать У него и так Банни Либо Шоу Тайм следующий игрок Субтитры делал Dima 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 Так, привет всем ребят Пытается Теренвик Рипера поймать На гранату попадать, но гранату не страшно Риперы с медиваком Еще плюс и свой реген у них есть Нужно врываться, здесь бункер Есть, 3 рипера, 3 гелика Сейчас ситуация Есть циклончик один, залетает Теренвик, вы видите Вот сейчас сможет Сейчас сможет Циклон из-под бункера очень хорошо напрягать С этих юнитов Теренвика Нужно дропнуться, а риперами запрыгнуть Самими просто и все Что Теренвика делает, все, 3 гелиона Загружаем сюда, дропаем риперами, залетаем При этом все Так, передров на хайграунд пошел Полноценно сейчас Нужно быстрее только реагировать Теренвиков Приходит здесь атака Гранатки выкидываются Но нужно было рабочих пытаться убить А не с армией драться Ну ё-моё, что за бред Теренвик делает опять Не пойму С армией хотя бы разменялся неплохо И то хорошо ФСМочку одну подрезает Циклон жив остался в итоге Ну и циклон здесь и разобрался с этим гелионом Но щелкал уже 3 юнита Банни будет играть Победитель Банни Шоу Тайм Против победителя вот этого матча Которая в данный момент буду Стримлю Здесь бараки добавляются У Теренвик тоже добавляются Но теперь гигантского Хотя подставания такого у Теренвика нет Но есть отставание Смотрите, 43-4 парабам То есть не принесло В плане дэмэджа экономики Этот дроп Теренвика не принес Желаемых плодов явно ему Так, сейчас сыграду Проверю, простите меня Достало это 37 Честно говоря Давай, удиви меня Тридцать сын Тридцать сын Тридцать сын Tib хитово Тридцать сын Достало Голос Стридцать density Тридцать сын Голос 92.86 По лимиту Две в две базы ситуация 104.94 Сейчас Постоянные сканы идут Теренвик пока не сканет По лимиту проседает Но это не сильное проседание Учитывая ситуацию Инициативу Теренвик проявляет Сейчас сам первый ломится С Теренвиком всегда ломится Первый хэппи и всегда он побеждает Щиты у Теренвика будут раньше Это из положительных моментов Безусловно Викингам пытаются за контроль Не так просто это сделать На самом деле Здесь танк нужно складывать и уводить Идет война позиций Постоянная Пошел вперед Теренвик Щиты есть Танки раскладываются Щитами сзади вырывается Здесь хорошее подкрепление Пехоты от оппонента подходит Но Теренвик разваливает Чисто за счет того Что щиты были раньше готовы Рано Теренвик здесь мулов кидает На самом деле Нужно вычинивать все эти танки Ну что Дробчик на мейн идет Улетает Вау Протас сейчас Еле-еле 109 То есть лимит это одинаково Теренвик там мулов какие-то кидал Сейчас вместо того Чтобы ставить точку в этой игре Щиты Щиты кстати будут сейчас готовы Здесь есть щиты Да здесь 1-1 грейды есть Третий ЦЦшки ни у кого нет Вот здесь вот перелет уже пошел На третью базу Скан идет от Теренвика Посмотрите увидит он что ЦЦшка летит Да увидел что ЦЦшка летит сейчас Идет вперед И на муве кстати оппонент Его подловят Тимпачится Танков больше Причем намного больше У Теренвика танков Здесь подходят Марики очень хорошо сзади Пока не выиграл Но танков все больше Пригорел у оппонента Теренвика сильно очень Но Теренвик сам дает Вот Придурки малолетние Так Не знаю нахрен агрить Теренвика Продолжение следует... 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 к тому бы горели и не слабо причем горели димага абадону по ходу проиграл бла его зовет бла его зовет бла его зовет бла его зовет Продолжение следует... 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 Милка Яхо зачитал Алмаз не алмаз Это мало интересует Момент честно говоря Меня интересует конкретно этот матч Так Тейк Тиви Ждем Ну что Все готовы Поехали Шоу-тайм против Теран Вика 0-0 Сумеречные башни Первая карта Сумеречные башни Барак строится через разведку, шоу-тайм играет, Теренвик через рипера, судя по всему, стартует. КСМ-очки строятся вовсю, ну, здесь пробку, естественно, никак не заблокируешь, ты врыв на мейн, либо вторую депошку нужно раньше строить, а это значит, что-то Терен скрывает явно. Вот, ни у кого нет, где, кстати, Вердос, я даже и не знаю. А, ну, Вердос с Култей, с Титаном собирались ехать на Дримхак, но поедут или нет, я пока без понятия, но вопрос в том, что, вопрос в том, что там есть, есть турнир, как бы, через который можно пройти, собственно, в основную часть Дримхака. Вот, если ты туда приехал, на ван уже, так что я думаю, что, может быть, он не парится по этому поводу. Адепт строится, Мазеркор, у Шоу Тайма, Терен Вик играет через факту, ЦЦ-шка, как, точнее, через факту, через ЦЦ-шку и через факту. Марики готовы, нужно аккуратнее быть, нужно 4 марика, чтобы адепта хорошо убивать. Ну что, адепт вперёд идёт, плюс пробка с Мазеркором. Понимаю, тут собрался Шоу Тайм пилончиками, что-то сделал, здесь уже без шансов что-либо сделать пилончиками. Хорошо Терен Вик ловит Шоу Тайма, вынужден он телепортнуться домой, ну хорошо, законтрил здесь всё. Кул ещё дальше прошёл, красавчик, кул, нам нужно больше наших игроков в более дальних стадиях, почему? Потому что будет интереснее смотреть, естественно. 3-4-28 барабан, пользу Шоу Тайма сейчас строится, Оракул Терен Вик уходит домой. Что у нас здесь будет заказано? Вижу Циклончик, вижу Медивак. Ну, видимо, передроб будет, Циклон будет как раз-таки от Оракула. Ну, на одной базе нужно Циклона оставить, естественно, на другой Мариков просто. Ну, или часть Мариков с Циклоном, часть без. Часть вот сейчас уже полетит вперёд. Кстати, удачно можно дробнуться, на самом деле Терен Вик вылечивает Мариков и полетел. Одного только не вылечил. Будет, разменётся, естественно, с Оракулом, я вижу уже. Так, а почему Мэйн никто не прикрывает? Где-то ручка сбора, кривая у Терен Вик. Он сам, наверное, не заметил. Нахрена он здесь всех юнитов держит, если Мэйн вообще ничем не прикрыт? Но Оракул прилетает сюда. Вот Мариков только начал отводить на Мэйн, и Оракул прилетел. Ну что же, это могло сейчас стоить игры, на самом деле. Медивак прорывается. Ну, а здесь, посмотрите, здесь адепты все стоят на второй, а Мазер Кор вообще нихрена не прикрывает. Тоже странное такое решение от Шоу Тайма. Вот, Мэйн ничем не... А, хотя здесь Феникс где-то летал. Ну, а что Феникс? Феникс бы... Как бы он минку законтрил бы. Хотя мог бы поднять теоретически, да, какой-то... Уверчаж на пилончик выставляется. Две пробки Тиран Вик подбрил. Адепты выходят со второй базы. Три пробки Тиран Вик подбрил. Уверчаж кончается. Еще пробки едут. Здесь Шоу Тайм уже сконтролил. Попытка Феникс выкуснуть вот Тиран Вика. Феникс остается на второй базе вдали. 76-71 по рабам. Здесь на 40-ку Стазис поставил на второй базе. То есть нужно как-то его законтрить будет. Желательно юнит кого-то вывести. Здесь ничего нету. А, нет, циклон есть в ручью. Почему ничего нету? Циклон есть. Либератор прилетает. Либератор это уже интересно. Так, Адепты прилетают. Либератор разваливает Адепту, кстати, на ура просто. Я вам скажу. Нужно снять Либератора и перерасложить где-то здесь ближе. Что и делает Тиран Вик в итоге. Но ненадолго хватило. Нужно сваливать Феникса в две штуки. Есть Медивак краснющий, поэтому уже улететь не получится точно. Ну, Марика можно дропнуть хотя бы. Пусть он постреляет. Напоследок порезвиться. Пострелял минус Марик. Робот заказан. Гейты добавляют, наращивают производство, естественно, шоу-тайм. Уже сейчас Адептум скорость таки будет. Плюс один. Гейтов штуки призма. Ещё никаких призм нету. Ну, Тиран Вик спускается на третью базу. И, ну, вот нужно смотреть, как корейцы играют. Нужно вот к таким вещам быть готовым. Иначе сейчас получишь блок ты просто рабочих своих. Так, КСМ-ка не может сесть. СС-шка, обратите внимание. Так, а вот сейчас СС-шка сможет сесть, но нужно посадить её. Тиран Вик не законтролил. Всё, теперь сажает. КСМ-ка сейчас расфризится. Идёт вперёд с эклончиком. Плюс выход такой неплохой набил. У пилонов вообще нету в шоу-тайм. Посмотрите, как он завтыкал. Сейчас можно просто на стимпаке пробрить будет через 5 секунд оппонента. С его идеальнейший тайминг выхода. Вот такие мне тайминги нравятся. Идеальнейший тайминг выхода под стимпатчется сейчас Тиран Вик. Заходит в шоу-тайму. Пилоны минус. Ещё один пилончик. Ещё один пилон минус. Адептов, правда, многовато. Здесь и Феникса тоже достаточно много. Фениксы врываются. Можно подфокусить бы было. Прилетает Оракул ещё. Нужно как-то сваливать отсюда. 99 на 108 по лимитру. Но шоу-тайм это шоу-тайм всё-таки. Это один из лучших процессов за последнее время в Коцте и в Лотве европейских немец шоу-тайм. Здесь минки можно закопать и на минки приманить юнитов оппонентов. Так, шоу-тайм не стал на минку ничего приманивать. Он подконтролил. Адептов по минусну второго не стал разбирать. 30 цешечки есть. Рабочие есть. Лимит одинаковый. Лезть особо здесь не стоит. Плюс один делается. Просто грейды делай. Продолжай вторую инженерку. Ставь и развивайся. Далее. Два барака. Инженерка номер 2. Армори. Здесь удобнее просто заказывать. Поэтому Тиран Вик это и делает одновременно с контролем-то. Так, заходит Тиран Вик на минков, на либераторов. Принимает. Либераторов еще ближе подводит. Хорошую позицию занимает. Четвертый. Нексус не дает занять сейчас шоу-тайму. Очень даже неплохо. Здесь прирост идет сюда. Но в это время контр-атака на адептах. На мэне. Ой, какие варпы гигантские. На второй базе нужно адептов принимать. Здесь КСМ-ок лучше отвезти. Четвертую это отменил. Но дома-то, посмотрите, какие проблемы в итоге. Из-за этой четвертой возвращается Тиран Вик. Био своими юнитами. На третью базу адепт пришли. Здесь с адептами вроде как запилил. Либератор вроде как выбивает. На третьей базе нужно справляться. Парабам проседает. Тиран Вик просто невероятное количество. Какой-то шоу-тайм зашатал. 30 рабочих в одном врыве. Ну вот адептов раз так пропустил. 30 рабов. Это еще на самом деле хорошо здесь отделался. 41.69 парабам. Самый боевого лимита больше. Для Тиран Вика здесь еще нормально. Более-менее все сложилось. Здесь у нас Шторм скоро будет. Но Либераторы, вы знаете, Штормы контрят. Неплохо, если их вовремя раскладывать. Позицию правильно занимать. Еще одну призму строят. Шоу-тайм. Здесь у нас Туречка. Шламинку куда-нибудь сюда лучше перекопать. 1-1 грейды у Тиран Вика. Можно заказать и Армор. Второй, чтобы 2-2 делалось Либератором. Либератором Грейд на воздух на атаку делается. Агрессивный подблинг сейчас пошел от Шоу-тайма. Тиран Вик за это наказал несколько юнитов. Нужно ближе Либераторов подводить. Нужно Минки ближе подводить. Обязательно Минки причем нужно ближе подводить. Заходит Тиран Вик сюда. Штормы пошли. Штормы это очень жестко. Если от сервера не наблюдаю. Я просто сейчас идет вперед. Минка залп просто жесточайший по центлям делает. Минус 1 из Либераторов. Шторм кидается. Ну Тиран Вик все равно много. Лимит это одинаковый боевого. То есть Тиран Вика больше штормовиков. Больше они наблюдают. Один еще шторм есть. И Тиран Вик разваливает оппонентство. Архона бы минуснуть бы не мешало бы. Конечно здесь Тиран Вику. Минка ближе еще подходит. Нужно отступить. Мышка Минок очень много. Сейчас закэдешатся и остальные Минки сейчас между прочим. Так, залп от Минок по Адептам неплохой. Вторую Минку успел выбить. Шоу Тайм. По лимиту в итоге больше процесса. Четвертый Никсус пока еще живет. Апсервера сбил. Сбил апсервера. Да, сбил апсервера Тиран Вик. Это хорошо, что минное поле здесь осталось. Ну почему? А нет, пробок рабочих, простите, он восстанавливает. Сейчас пока еще. Либератора две штучки прилетели. Либераторы очень хорошо помогают здесь обороняться. Как Шоу Тайм грамотно очень меняет позицию сейчас. Залп по Сталкерам пошел от Минки. Либераторы тоже переразложились. 116-127 по лимит. Очень прочно, плотная такая битва идет сейчас. Тиран Вик минуснул все. В итоге пилончики. Минки тоже падают. По адептам Шторм проходит. Фу, по адептам. По либераторам Шторм проходит. Идет вперед Шоу Тайм. Понимаешь, что уже нужно ломать. И может ломать 88-115. Тиран Вик бьется, конечно, как Лев тоже. Но и Шоу Тайм бьется. Как Тигр. Конкретно. И отбивается. По грейдам здесь. 2-3-2 делаются. Здесь у нас на 2-1 зависут. Это шанс для Тиран Вика единственный зацепиться за эти грейды, я так думаю. Потому что по боевому уже просто больше лимиту. Есть Штормы. Гастов у Тиран Вика нет. Зря он Гастов недооценивает. Шторм если законтрить, с такими грейдами можно развалить будет. Но Тиран Вик предпочитает по хэппевской схеме чисто на масс либераторов ориентироваться. Если ты предпочитаешь на масс либераторов ориентироваться, нужно делать, тогда обязательно рейндж атаки либераторам и тащить за счет этого. Здесь 5-й Нексус уже пошел. Великолепная макра со стороны Шоу Тайма. По-другому и не скажешь. Туретчиками обносится Тиран Вик. Вот здесь Туреток нет. Нужно как-то здесь настроить тоже. Призма летает с четырьмя адептами. Вот либератор улетает. Один почему-то. Почему один-то всего? Так, еще один либератор урывается. На Био Тиран Вик приходит. Но Шоу Тайм собирается брошатать сейчас там, по-моему, на второй базе ворваться сталкерами. Так, адепт телепортнуться пытался. Не получилось. Призму сбил в итоге все-таки. 122-150 по лимиту. Четвертый ЦЦшечки я почему-то от Тиран Вика не наблюдаю. Это ошибка, что он пытается как-то улыново здесь сыграть. Четвертую ставь и то же самое все делай. Минералы докончаются. Здесь не надо перелетать даже этой базы планетарочку. Здесь пиливать просто и все. Так, либератор одного Шоу Таймин уснула. Апсервиром все прекрасно видит. Медивак один. Куда-то полетел-то один медивак. Как Тиран Вик хочет ломиться? Нахрена ломиться с одним всего лишь медиваком? Я вот этого не понимаю. Если честно. Либераторы раскладываются на хай-граунде сейчас. Можно сверху выбивать, да, здесь, например, пытаться. Так, подблинкиваются сталкера. Нужно прикрывать либераторов. Но Тиран Вик как-то медленно реагирует. Не так-то просто получается их прикрыть. Здесь уже и пятая база, к тому же, есть. Перестимпачился, лечить нечем. Ну вот нахрена перестимпачился, так азки. Так, штурм побил, пошел. Ну, тут Кэлона кто-то обьет, конечно, Шоу-Тайм. Медивак подлетает. Сзади прирост ловит Шоу-Тайм. Либераторы летят на муве, сливаются. Великолепно Тиран Вик. Простите, Шоу-Тайм здесь действует. Тиран Вик не действует. Так же великолепно, как немецкий процесс. Но все-таки он уже заслуженный такой прямо. Гост, я бы сказал. 86 на 160 ДГ. Вот что нужно было. Четвертую было занять сначала, а потом сюда ломиться. С одним медиваком пошел, конечно, все перестимпачил. Минусы Шоу-Тайм выходят в темпистов в итоге. Конечно же, это грамотнейшее средство борьбы с Либераторами. Темпистов. Здесь уже не вытащили. 174 на 70. Да ну куда тут? Минус Либератор. Здесь на пятой базе. Пора-бам. 70-49. Сейчас Шоу-Тайм придет и добьет своего оппонента. Причем по грейдам-то все замечательно. Отстрой медиваков больше. Спокойно пойди на 3-3. Вот сейчас как-нибудь. До этого подробоваться бы немножко просто. Ну, Тиранвик полез без медиваков, отдался и проиграл. Гэгэп, Тиранвик. Шоу-Тайм сказал, уважает. Все нормально. Так, ребят, вы можете просьбу проверить, какая у зерга задержки? Просто приходит инфа. Вот что у зерга 2 минуты задержка, а не 3. Нужно с этим разбираться как-то. Так, запрыгиваю игру. Зерга 2 минуты задержка, а не 3 минуты задержка. Зерга 2 минуты задержка, а не 3 минуты задержка, а не 3 минуты задержка. Можно овершетки. Зерга 2 минуты задержка'. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Не понял, чего на Реву наехали... Какого дела это? Реву игрок... Он имеет право стримить как хочет... С задержкой, без задержки, если это о стриме речь... Другие какие-то вопросы... Ну что, здесь на рамки застройка немножко уйдет... Урабам впереди шоу-тайм, по добыче он вообще жестко впереди за счет золота... В принципе, если Теранвик не будет каких-то потерь нести жестких... Задержка это хорошо, но можно будет нормально все сыграть... И, кстати, смотрите, что собирается сделать сейчас Теранвик... Он собирается... Марики плюс циклон выход сделать... Сюда к золоту, видимо... И одновременно можно еще медиваком минку будет перевести, например, на мейн сюда... Правда здесь три пилона очень хорошо стоят... Прикрываются минеральную линию у шоу-тайма... И третий Нексус уже пошел... Ну что, пошел врыв... Дропается минка, дропаются марики... Минку выбивает у нас в шоу-тайм... Но теряет Феникса... Но Теранвик теряет и дроп... Все, он здесь потеряет сейчас нафиг... Куда пошел-то, непонятно... Прям под уверчаж... Что за бред? И одновременно выход при этом не делает... Ну пробочку еще поотврил одну... Дальше что-то не отпокусил ни хрена... Третья СЦ-шка строй... Третья СЦ-шка поздняя достаточно... У шоу-тайма все замечательно... Экономика просто жесточайшая... Вот нужно золото пытаться подрезать... Посмотрите, с какой продакшн... На мяче Шоу-тайм еще очень грамотно реализует все это преимущество свое... Очень тяжело с ним будет сейчас Теранвику... Я думаю, практически нереально будет уже сейчас нагнать... Так как стимпак щиты поздние... Третья СЦ-шка поздняя... То есть если ты делаешь ставку на какой-то врыв... Тогда нужно было брать еще био... И к золоту тоже приходить вместе с циклоном... Там пилон один, по-моему, все был... Фокус пилон с циклоном... Там все замечательно... Так, секундочку, ребят... Сейчас я позвоню... Кое-куда... К трудовым подвигам готово... Вооружен и опасен... К трудовым подвигам готово... Пристройка разработка завершена... Улучшение завершено... ТСМ готов... ТСМ готов... ТСМ готов... ТСМ готов... ТСМ готов... ТСМ готов... К трудовым подвигам готов... Так, ребят, только я отзвонил Прошу прощения Мне тут просто, ну, мои все в больницах Лежат, я извиняюсь, все сейчас больные Как бы и Иногда я не могу не взять трубку Минус Тиранвик, шоу-тайм пришел И пробрил сейчас его Вот Сетку обновляем, будем врываться куда-то еще Ну что же, к сожалению Проигрывает Тиранвик На кипбете понемножечку ставочки добавляются Вот Чудо, карантайм, карантайм Блая Сирала Вот здесь, так что следите Следите за ставками Кому это интересно, будут появляться Ставочки Каких-то стадий здесь интересных Ну не стадий Уже одна четвертая, там полуфинал Ну тут очевидно Что шоу-тайм просто Дроп Тиранвика ничего не сделал Экономика шоу-тайма намного Сильнее была В этом вся и суть Так, Блай бьется с Сиралом Дайши Фаер Кейк Вот здесь Дайши Фаер Кейк Блай и Сирал появились Снизу здесь Манжестик Не знаю с кем Коу против Ривы Нужно следить за этим матчем сейчас Попытаюсь ворваться туда Не успел я ворваться Печально, печально Куу с Ривой начал Как я понял А Блай у нас что Да, ребят, прошу прощения Тиранвик оказывается и золото-то не видел вообще в этой игре Вот я сейчас только это понимаю Это очень большой фейл А вот он просканил в конце, что там золото ГГ в итоге Ну зря ГГ не пишет Тиранвик, конечно Тиранвик, конечно Блин, и Блай я простыкал. Да что ж я затупил-то так, а? Провал, просто провал. А кто-нибудь стримит что-нибудь, пока смотрел там? Ну, Блай не знал, что меня надо позвать, конечно. Так, по 1, очень быстро и уверенно в этом сайте. Все что угодно. Здесь, конечно, тоже какой-то ответ. Так, у Мэджика Блай, по-моему. Продолжение следует. Так. 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 Так, Рева стримит себя. ФП, что ли, там он стримит? Он, кстати, без задержки стримит, да, как я понимаю, или что там? Сейчас посмотрим. 4.28 игра идет, а сколько он игрит, да, кстати, без задержки Рева стримит, имеет смысл его поставить. Сейчас, значит. Ну, что, давайте Рева посмотрим. Потом я ворвусь уже куда-нибудь. Помните, что на Кипбэте ставки начали появляться. Кому это интересно, делайте через мою кнопочку обязательно. Вот. Ко 1.0 ведет, Рева никого не пускает. Ну, смотрю, здесь харасит пока. Два золота, правда, у Ревы. Четвертый он заказывает. Блая неудобно ли стримить, потому что там Magic комментит, здесь Рева хотя бы не комментит, плюс здесь задержки нет. Я не знаю, может, меня пустят, они, я не знаю, у кого с Ревой, я не уверен по сотам. Блая Magic стримит. Так, адептики тут на мэне есть. Адептики минус. Начало, я вижу, неплохое. Почему, блядь? Вот именно с Когуаром не ставить спорки, ну почему? Оп, дарки поперли. Видно же, что у него две базы, блядь, ну лоу. А, ну ясно. А я и не заметил, думаю, что здесь происходит. Что здесь происходит, думаю. А здесь дарки начинают резать. Ну, блин, Рева абсолютно прав. Ну, если адепты летают, видишь, что ты две базы, где же спорки-то? Наверняка, на что Протас рассчитывает? Как он третью вообще будет ставить в таком раскладе? То есть, он и третью ему проще поставить, и прохарасить можно. В итоге всё печально, оверсиров нету. Ну, ещё сдаваться рано, конечно. Банят только за Краба, за Пеку не банят. В чатике у Рева. Боевого-то лимита много. Что, давайте сейчас лэйр надо делать, не давать третью процу ставить. Ещё победить здесь можно. Пытается коу-спорку подрезать. Не подрезает ведь. Здесь ещё, правда, одна есть. Королеву подрезать где? А где призма вообще? Я щит не вижу. Вон она, призма там летает. Спорка ещё раз перекапывается. Ну, коу-молодец. Чё-то коу-рус бушевался прямо уже. Дальше всех уже прошёл. Пройти может ещё не прошёл. Рано об этом говорить. Смотрите, сколько ресурсов. Гигантское просто количество. То и так в 125 лимит, ну, 200 Рева сейчас может настроить. Просто на мэйне хату восстанавливай спокойно и всё. Нужно третью единственное. Третью Нексус контролить. А вот только-только третью пошёл. Ко очень сильно затупил, что такую позднюю третью ставят. Я вот честно скажу. Как только он начал ларками храсить, ему сразу надо было третью ставить. Почему? Да потому что её нечем Зергу было отменить. Ему до сих пор нечем Реве отменить. Лэйр. Они вот только-только лэйр. А, сталкер ещё приходит харасить. И наверх уходит. Толкер от сервера здесь есть. Наверху там харас с хайграунда. Золото очень серьёзно идёт. Но у Рева столько армии, что он на две части просто сможет разделить сейчас и убить. Так, Влая инвайтит. Отлично, 1-1, значит, у Влая. Так, ладно, потом там отовсюду выду я. У меня премиум монет на канал Ревочка, ребят. Всех приветствую. Всем спасибо за внимание, за поддержку. Она приветствуется, естественно. Блай против Сирала начинается игра. Мне нравится Старкрафт. Блин, я очень рад, что Старкрафт сейчас вот такие времена приживает в Лотвии, в СНГ. Надеюсь, так и будет. Стримов много. Как бы они официальные. Рева стримит ФП, там все ФП стримят, как бы есть что посмотреть. Прикольно. Ещё бы тащили бы. Проходили бы, вообще бы замечательно было бы. Так, Коу там какие-то выходы всё делает. Адепты плюс Сталкера. Много адептов. Много Сталкеров, действительно. Если... А, Дестабилизатор. Ё-моё! Чё там? Там Дестабилизатор штук 6, наверное. Что это за ад такой тут пришёл? 5, 6. Ё-моё! Ещё Архонов может Коу слить здесь абсолютно точно. Ну, печально дела. Зря Рева копил сейчас все дело. Ему нужно было сделать максимально быстро лейр и вот здесь вот убивать третью пытаться. Это шанс для него. Реально шанс был. Теперь будет очень тяжело нагнать, потому что он просто дал развиться. Как бы всё просто всё по плану идёт. А Рева пытается высидеть, пересидеть. И это очень тяжело сделать. Либо в мутку сразу может выходить тоже. Так, есть уверчажи, здесь потонки. Есть Сталкеры, есть. Коу готов к муталецкам, причём сразу же готов идеально практически. Мутки всё... О, уже 18 штук муталецков. Ни хрена себе, тут муты много. Ещё попробуй отбейся. 200 репчика собирается в атаку уйти. Ну, сможет ли пробрить. Не знаю, какие грейды у него, какие ухо. Вот в этом минус. Большой заходят линги и стабилизаторы делают залп по лингам сейчас. Неплохие залпы они, кстати, делают. Но линги это второстепенный юнит в данной ситуации. Мутка дестабилизаторов укусит. И роучами можно задавить ещё. Орео-то проблевает. Хотя 130 лимит. Но у Коу сейчас золото упадёт. И это будет для него очень печально. Сталкеры спускаются вниз. Их действительно много. Контроль неплохой на сталкерах. Пошёл. Убивает ли Коу или нет. Пока не понимаю. Мутка падает. Роуч пока живут. Сталкеров. Так, часть на муви вообще приходит. Нужно их убирать назад. Контроль от Коу замечательно идёт. Дарки там падают. Ревы 100 лимит. Остаётся золото живёт. И ревы развалился здесь, судя по всему. Коу принимает всё действительно. Мутка новая готова. Но мутка-то что там сделает? Ну да, чувствую здесь всё. Здесь уже не вытащить 100 лимита. Давайте посмотрим, что в этой игре происходит. В этой игре у Сирала золото, у Блая обычная хата, у Блая зато больше рабочих. Сирал собирается подкушать. У Блая роучи плюс королевы. Нужно не погибнуть до появления роучи. Только, пожалуйста, Блайчик, не погибни. Только, пожалуйста, не погибни, Блайчик. Развитие завершено. Так, всё, линга-муф готов. Сейчас Реву ещё посмотрю. Тут Фениксы есть. Сталкеры пришли там или нет? Что-то там пришло. К Реве я не знаю, что пришло. Здесь муталиска пытается прохарасить. Всё и вся. Сталкеры, да, в размены идут. Здесь Сирал ворвался. Взорвал рабочих Блая. Но у Блая больше. У Блая роучи есть. До сих пор у Блая больше. Лимита больше. Ну, не получилось Сиралу демочку эту прям серьёзную нанести. Но у него-то золото. Ну, Блая плюс 10 лингов. И роучи вперёд 6 штук пошло. Нужно аккуратным Блая быть. Королева Усныкл сейчас на второй базе. Молодец. Линги выходят. Ну, лингов 4 пока штучки выходят. На мэйне тоже выходят. Королевы позиция хорошая сейчас. Только главное не тупить Блая. Лингами роучи прикрывать сейчас нужно. Сирал очень грамотно. Отсекается. Теперь Рост Блая вам скажу. Роучи разворачиваются. Назад отходят. Лингов нужно зажимать. Роучи всё-таки вперёд пошли. Здесь у нас что? Давайте посмотрим. А, там уже мэйн Реви шатают. Всё, у Ревы мало очень. Бас остаётся. У Блая атакует. Здесь тоже развязка в этой игре. Давайте здесь посмотрим. Так, Ревы же Реву Блая. Лингами отгоняет Лингов оппонента. Здесь врыв идёт. Линги наламываются. Это Беллинги есть. Как-то Блай допустил-то. Как так? Окружение роучи своих допустил сейчас. Но это фейл был, конечно. Блая. Сирал тут отбивается очень легко. Причём Роучи не осталось. Это фейл. По рабочим, правда, одинаково до сих пор. Блая понимает, что ловить здесь нечего. И строить шесть дронов. При этом всё. Там нахрена дронов-то была сейчас строить. Не понимаю, как он отбиваться-то будет. Ну, две королевы здесь, конечно, есть. Так, Сирал идёт в атаку. Здесь у нас что? Здесь сталкеры как-то ушли. Левы пока ещё держатся. Так, Блай пытается отбиваться. Три роучи заказаны. Королевы падают. Роуч пока с королевым держится буквально тут на соплях. Линги пытаются контратаковать. Но здесь один бейн есть. Его нужно как-то убить, Блай. Вот Блай... Провал. Это провал, ребята. 17-2-4. Барабам. Там ещё золото. Да, здесь есть Роуч. Если плинги сюда на мейн бы зашли бы, Блайовский, может быть, что-то и получилось бы. Но в итоге всё очень плохо. У Блая... Так, там у нас Нексус, у Бротса есть. Что-то не понимаю, какого делать. Там Бас что-то миллиард вообще. Где армия-то, Бротса? Почему ничего не происходит в игре Ревы? Ну что, Блай пытается ожить здесь. Ну хотя бы, смотрите, 25-23 парабам, 38-46. Пока, пока... Блин, что-то с горлом. Пока не катастрофа ещё, конечно. Ну... 46-66. Да, 9 Роуч у Сирала заказано. Ну вот здесь он зря ломится лингами. Но всё равно его больше, причём больше, намного, чем Блая. Собирается он идти вперёд, насколько я понимаю. Здесь ещё два газа. Ой, Релоджеров больше намного будет за счёт золота. Это всё ещё... Вообще преимущество закрепляется дико. Блай спускается вниз. Видит, что к нему Роучи двигаются. Уходит обратно на хайграунд. Трёх Бэйнов морфит. Сейчас не успеет. И не до морфитства вообще. Ну что, Реводжер всё один. Было пару Реводжеров. Кстати, получше нужно было биться. Кул Бэйлингом фаерболл пошёл от... От Сиральчика. Две королевы здесь помогают биться. Бэйлинг лингов убивает. Ну, 44-78. Не, ребят. Здесь, к сожалению, Блай вылетает. И остаётся у нас единственный игрок из СНГ в сетке. Это победитель Кул Ревы в сетке. Вот. Здесь у нас 2-1 в пользу Сирала. Жаль, жаль, конечно, что 2 не удалось одолеть оппонента своего. Кэппи давным-давно вылетел. Теренвик тоже вылетел. Но Шоу Тайм, извините меня. Это тоже... Ну, Терал тоже не слаб. Кинус Блай. Здесь всё ясно, ребят. К сожалению, можно посмотреть, что здесь. Так, проиграл Рева в итоге тоже. Ну, ничего не поделаешь. Блай пишет, а мы Коу будем прорываться дальше. Что я могу сказать? Коу нужно тащить. Он очень близок вообще к стадии решающей. Так, проиграл Ревы в сетке. Так, так, я понимаю. Последний остался. Сирал дальше прошёл. Сирал уже... А, Сирал в 1-4. Коу в 1-4 тоже, как я понимаю. Да, ну... А, у него ещё оппонент не скоро будет. Всё, понял. Коу ещё не скоро будет оппонент. Шоу Тайм, Ламбо бьётся. Тут ещё... Всё, Коу последний из СНГ. Оставшийся игрок. А, да, Коу у меня есть по Real ID. Всё нормально. Накибать ставочки есть, ребят, помните об этом. Оставшийся игрок. Оставшийся игрок. Дог Оставшийся игрок. Оставшийся игрок. Я не знаю, поедет Коу на DreamHack или нет. Так. Я не знаю, поедет. Нужно найти по сетке, кто перед Коу будет играть. А, Кладоржиха против Hate Me сейчас играет. Сейчас я Кладоржиху найду. А, сейчас же системы не показываются, если в игре. Точно-точно забыл со всеми. А, Кладоржиха против Hate Me сейчас играет. 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 ну да уже можно сетку на уже можно смотреть сетку на ликвипедии удобнее это делать но у кого смотрите сетка у кого в сетке тут majestic кладожиха хейтми пвз сейчас будет majestic с кем-то играть вам победить лесков если он побеждает он уже за квоту будет биться дальше и стирал здесь да как бы все сильные игроки ну можно и проходить даже я вижу почему нет то у нас быть еще новенькая нового ничего особо нет ну ставки добавлять стараются вы сами следите я как бы не успеваю ловить из-за стримов все это дело по факту добавляют сетки а Так, кто там у нас? 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 Они есть, смотрите-ка Ну что, этому товарищу я отписал Давайте посмотрим тогда что Здесь завозы оказывается А, давай, смотрите Уже 17 минут идет Там Majestic будет ПВЗ потом с победителем здесь Потом с укол Ну что, экстра supply hate me сейчас запилил У него 208 в 200 Знаете, сколько здесь реводжеров у кладоржихи Это просто ад, адища какой-то Смотрите, здесь Да и места нету просто где стоять даже Здесь реводжеры просто, я не знаю По-любому фаерболы будут попадать Сейчас, правда, почему-то больше попадает оппонент Сейчас красный зерк Ну потому что реводжерам тяжелее вернуться Они жирнее, по ним проще попасть С всеми этими фаерболами Нужно биться начинать сейчас Что, идет замес? Красного больше, но у него-то до заказа здесь Кстати, можно личинки выбить Смотрите, до заказа не будет Ну вот фаерболами, что тупят-то? Личинки просто выбивай По ним точно не промахнешься Пофиг, что деньги вернутся ему Но продакшена-то не будет Продакшен-то собьет он Хата падает Зря не выбил на ассамбле прирост Еще фаерболы пошли Сейчас одни реводжеры без прикрытия останутся Под приростом оппонента Все, красный зерк окружает Хейтми окружает кладоржиху И Хейтми разваливает кладоржиху На хрен вообще просто Это 2-1, собственно говоря Маджестик грит Кей Кей Помнит про меня Маджестик Отлично Все, игра сейчас будет Интересно, они, наверное, без задержки там стримили вообще, что ли Не знаю Маджестик, кстати, в команде true играет Я смотрю, вот это пиксел Маджестик грит Маджестик грит Маджестик грит Маджестик грит Ну что, ждем Маджестика Маджестик грит 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 Вроде Majestic пока не в игре. Вроде Majestic пока не в игре. Вроде Majestic пока не в игре. Ну что, Majestic ждет. Majestic ждет, я жду Majestic. Хейт меня что-то тут пока не... А, погодите, есть здесь хейт меня вообще? Не вижу ни хейт меня никого. Хейт меня с падением. Продолжение следует... 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 Ну, а... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а... Продолжение следует... 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 Так, что происходит там, еще не помню, дайте секундочку. Филиппортация завершена. Где-то падает, не понимаю, где и что падает вообще. Филиппортация завершена. Филиппортация завершена. Ухай встроится. Дюркерден делает Саудерго. Здесь сделки пытаются Нексу защитить. Филды от Маджестика замечательные. Пошли еще два филда. Лингов уничтожил всех. Контроль, это хорошо. Но нужно сейчас защитить Нексу с Фатонками. Нужно идти вперед. Нужно призма сейчас обязательно Протсу. Не понимаю, что он сейчас ждет, если честно. Сейчас дождется ультралов. На таком лимите 180 с таким миксом Протсу стоять ни в коем случае нельзя. Почему? Там и люра, ультралы в перспективе будут. Нужно зелков разменивать. Они слабы станут в перспективе. Пока они сильны ими, нужно подраться на самом-то деле. Так, здесь пытаются Адепта пробить у нас Зерк. Чтобы на мейн ворваться и успел пробить до того, как Маджестик среагировал. Здание запилил. И вот почему нужно обязательно ставить в рабочих Фатонки какие-то. Так как иначе будут такие врывы слишком сильно решать. Так, здесь и Морф не будет клингов дерутся. Линги спускаются вниз. Поля и Морф вырубили свои. Пофиг, ХП вообще не потеряли. Здесь Фатонки в ряд запилены. Линги наламываются. Здесь Линги налимаются? Нет, Линалина нету. Там только-только заказан. Четыре вайпера. Нахрена Зерк сейчас четыре вайпера делать? У него уже хайп есть. Если можно сейчас просто ультралис кеверн запиливать. Хотя уже поздно ультралис кеверн запиливать. Протас 200 идет вперед. От Хараса отбился. В принципе, Маджестик хорошо здесь справился. Чуть призму не потерял. Нужно предельно аккуратно быть в таких ситуациях. Архончиков только что-то я не наблюдаю. Не знаю почему. Ой-ой-ой, сколько люры здесь. Ё-моё. Красавчик Зерк. Так просто будет не разобраться здесь, на самом деле. Маджестик двигается дальше. Не успевает поднимать люру. Вот, а в сервер подлетает. Нужно поднимать. Позиция у люры не арти сейчас. То есть, можно просто пойти и сменить направление удара. Да, и тут люры нету. Делать киналаму из Нахата. Тайм варф пошел. Два люра. Еще раз поднимаю на спрот. Люра спускается вниз. Покойно. Вайперы кидают зеленочку на фениксов. На фениксов зеленочка работает очень неплохо. Имморталы идут вперед. Люру как-то маджестик тут. Знаете, как грамотно сплитит против коля флюры. Забревает очень много люры. Но до варпа что-то не видно. Хотя здесь везде что-то происходит. Ресурсы у протиса есть. И призма. Здесь где до варпа вообще? Почему? Так, Архон здесь один застрял. Посмотрите. Протис его выбирает. Он тужится. Ааа, выйти хочу, ребята. Помочь вам хочу. Но не могу. Здесь здание построили криво. Вот он все хочет. Посмотрите. Ааа, хочет. Хочу выйти, братаны. Хочу выйти. Никак. А это потому что в бенде он находится. И постоянно куда-то на муве его посылает. Протис. Все, Архонов добавляет. По 2 Аморту устроится. Из робота. Тут 3-3 грейды. Зря Зерго отпустил. Грейды-то у него сильнее намного. Минус Эморту. Опять в рыпу очень удачный на линдах. Причем они уже с адреналином сейчас. Здесь Архоны стоят готовы. Протис проблема еще то, что он по... Вот Маджестик, он Варкрафтер как бы. И он делает не нормально грейды по-старкрафтовски. То есть там форжу вторую добавляет. Он просто одну атаку тупо делает. Честно. Даже не бустит. То есть он недооценивает грейды. А Зерк с такими вот... Уже с 2-2 с адреналином разрывает. А будет 3-3 вот этих неарморенных юнитов. Неарморенные здания. Он будет просто разламывать. Привет, Сиф. Нормально дела. Вроде как. Вчера вообще плохо было. Сегодня получше. Вроде самочувствие стало. 9 штучек люры еще делается. Но из-за этого ни ультру, ни брудов. Ничего не может запилить у нас Зерк. Знаете, сколько люры? Просто невозможно в лоб продавить. Охренеть. 13 люркеров. Конечно. Куда-то. Даже с архонами. Только в чистом поле. Можем попытаться убить. И у Зерка становится микс просто идеальнейший сейчас. То есть у него люра. Ультралы. Чуть с груды скоро будут. Телепорт пошел. Домой. Лингов отгоняет вроде как. Здесь все три фотонки. Вот еще они так стоят неприкрыто. Еще одна мешает минерал нормально добывать. Вот так вот объезжает. Ну здесь буквально даже меньше, менее чем 20. Штук 16 лингов прибегает. И просто разрывает эту базу. Фотонки без полей. Их три штучки всего. Так. Бива лингов у нас. Маджестика идет. Перед 177, 187 по лимиту. Такого бы хорошо бы эти игры посмотреть. Что-то посмотреть какая-то. Но если с Зергом попадется, то нужно посмотреть, как он с Проксом играет. В ВВП. Я думаю, он знает, как играть против Маджестика. Иммортлых восемь штук уже. Вайпер есть. Но тут, кстати, тяжело Зергу в лобу и драться. Этот микс-то очень-очень жестко. Но вот самому просто идти на закопанную люру, вот это ошибка. Я считаю, товар сзади пошел. Зеленка ставится. Падает. Падают ультралы. Хорош Маджестика прогнал. Но лимита больше всего у оппонента. Здесь линги через армию пробегают. Потому что на них никак не отреагировал. Через Аклик в хату. Путил хату у нас просто вместо того, что через наместность, через атаку уйти. Здесь еще дронов остается, закопанных. Четырнадцать штук. Кстати, помните, на кипбете ставочки создаются? Кому интересно, делайте их. На DreamHack. Семь архончиков здесь. Флюсы Мортлых семь штук. Ну что, девять карапторов. Вайперов пять штук. Энергию копят. Люры много. Есть ультралы. Карапторы сейчас брудами будут становиться. Или чем они будут становиться-то? Сейчас тут фениксов достаточно много. Ну, против фениксов зеленка будет. Лингис 3-3 просто разрывает зелков. Хотя у них есть уже один армор. Но полей нет вообще, например. Так, уже зверье сжрать хочет. Ну, все, конечно, подходит к завершению у нас этот турнир. Ну, блин, еще остаются игры у нас. Еще остаются. Еще Коу в одной четвертой. Будет одна восьмая только вот эта игра. Это первая еще, предусловая, игра на четырех базах зерстит. Так, просто прилетает. Муталисков обнаруживают фениксами. Муталиски минус. Изи просто. Ну, они уже и не нужны зергу. Это лимит фактически бесполезные эти мутки. Сейчас нужно чем-то прикрыть брудов. Вот увидел фениксов, сейчас зерг куда-то полетел. А чем брудов-то прикрывать? Нужно на это 20 лимита каравторов-то заказать, чтобы с фениксами чем-то биться. Зеленки, конечно, много, но одной зеленкой сыпь не будешь, что называется. Минус фениксы все зеленкой. Охренеть, одной зеленкой сыпь. Кто-то говорил, кстати, зеленку опустили. Что-то мне показалось, демодж она многовато нанесла, не? 90 единиц. О чем вы говорите? Еще не пофиксили даже. Как наносили демоджа вайперы, 90 по воздуху так и наносят. Мы езжу, впрочем. Зерг идет вперед. У просто недостаточный ресурс, он не готов встречать. Это просто у него темпистов нет, нихрена нет. Здесь еще линги какие-то врывы постоянные готовят. Где ультра непонимающаяся? Снимаю сейчас я. Хата четвертая минус была, кстати, кто ее минуснул? Выходом каким-то. Здесь у нас линги забегают. Пробок подгрызать нужно уходить. Лингов очень много здесь архонов возбревали. Нужно подводить ультрала, нужно подводить люру 169-182 по лимиту. Просто нужно бой сейчас будет принимать, еще не потерять. Люру можно просто на мейн сейчас завести. Уже там хрен что-то не сделаешь с этой люрой. Темписты готовы. У них 4 штуки пока, это немного. Так, и Зерк вот назад пошел. А, здесь сделки пришли. И сделки, и сделками делать нечего просто. Так, руды ведут архонку. Вот сейчас нужно просто тепленького брать, пока есть время. Ну, что это Зерк не хочет джимать, не понимаю, почему. Это баг с лимитом армии. Нужно вычитать просто лимиты. Из-за общего рабочих. Привет всем. Здесь линги у нас хорошие забегают. То, о чем я говорил. Нет стационарной обороны. Линги на адреналине с 3-3 градами. Какие рабочие? Тут один линг всех сгрызет рабочих. Как они их убьют-то? Они одного даже запилили линга. Молодцы. Ну, здесь просто разгром, кстати, два линга. Смотрите, как с адреналином он просто. Ой-ой-ой, как он грызет с адреналином. Пошла атака. Штормы убраться. Груды здесь... Караб. Так, темпистый есть. По темпистам зеленочка поперла. Груды живут самое главное. Телепорт домой Маджестик делает. И Зерк-то выигрывает эту игру. Причем, я уже уверен практически, что он взял игру. Здесь фаржи подгрызают. Может, Таргейт, возможно, линги сейчас грызут. Здесь два линга закопаны. Здесь тоже линги закопаны. Еще забегание пошло. Здесь карабтера есть. Нужно как-то, ну, вот... По воздуху здесь плюс один. Там по нулям вообще. Линги до сих пор в четыре линга мейн просто. Смотрите, как они четыре линга грызут. Вот, два линга грызут флитбиком. Посмотрите, скорость атаки какая-нибудь. Ну, реально, сейчас линги с адреналином, как первый Старкрафт практически. Насчет хаты я не видел. Может, он и сам себе убил? Я не уверен, что сам себе, правда, убил ее. Карабтеры вперед двигаются. Люра вообще в битве не участвует печально. Карабтеры со стороны брудов налетают. Люру нужно перекапать. Перекапываются люра, штормы пошли. Но ой, там люра как прессуют. Просто имморталов всех-всех-всех. Но по земле тут реально много, на самом деле. Просто и бруды все падают. Остаются десять имморталов. Десять, Карл. Апсов нужно сбить. Я не понимаю, что ждет этот зерк? Сбить и апсов ему. Сейчас еще протас дожмет таким миксом. Хотя не факт, что дожмет. Здесь зерк в размены играет. Смотрите, линги грызут. Нужно вот через атаку лингов направить. Здесь просто ничего не происходит вообще у протаса. Кусай, жри тут. Даже эти линги в размены могут очень быстро замариновать вообще. Наконец-то послал зерк лингов что-то бить. На мейне линги подгрызают. Тут просто здания падают. Очень большая скорость. Караптеры летают. Да, дает 132, 56 по боевому лимиту. 50 здесь, здесь 80 где-то у зерка лингов. Все новых и новых строят. Посмотрите, в караптерах боевого лимита сейчас. 21 караптер. 42 боевого. То есть у протаса по земле больше боевого. Тупо больше боевого лимита. Он сейчас все развалит здесь зерку. К чертям собачьим. Караптерами. Вот что здесь висит? Летит из здания. Лей зеленку на них и все. Но в размен, посмотрите, но в размен протаса все равно быстрее проигрывает. Очень странная какая-то игра до конца гейминга. И все равно зерк лингов затащит, по ходу дела. Протас сныкается сейчас. Королевы плюс линги. То есть у имморфлов подгрызает. Здесь у нас выбивают с последней издания. Имморфлы приняты, оказывается. Кейтминг все-таки больше по лимиту. Здесь архон плюс 5 имморфлов идут разбираться. Здесь база добывается. То есть на лингов есть ресурсы. Так, есть два люра. Вот пытаются зайти. Заходят имморфлы плюс архон. Бьются. Королевы с лингами пытаются принять шторм. Плюс фидбейки пошли. Ну фидбейчить лингов не очень хорошие варианты. Имморфлы очень неплохо наваливают. Здесь линги возвращаются. ГГ все-таки сгрыз зерк. Офигеть. В такой игре еще и втащил. Такая веселая игра получилась, я вам скажу. Но не веселая для Маджестика, абсолютно точно. Маджестика. А, вайперами убил? Ну, возможно, да. Жду инвайта от Majestica в следующую игру. Я думаю, мы его скоро дождемся. Где он? Только сам-то я чуть не вижу. Хорошо. 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 Так, пошел инвайт, запрыгиваю. Все, понял, я просто не вкурил этого момента. Мне приходится следить за многими и за скайпом, и за чатом, и так далее. Хорошо. 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 Фейха. Хорошо. Музык. Хорошо. Спасибо. Так, ну что Гребень Лерилак Карта у нас 8ми ведет 1-0 Против Манжестика Не слабые игроки тоже такие Неплохо отыгрывают, насколько я вижу Против Манжестика Против Манжестика Против Манжестика Против Манжестика Так, здесь забегание лингов идет, ребят Я извиняюсь, мне тут Нужно было отписаться Масс-масс линги здесь, адептов окружают Сейчас адепты две штуки минус Сейчас продолжать, конечно же, зерк будет прессовать Лингов все, ну, это классическое сгрызалити Карта позволяет делать сгрызалити здесь А почему бы его не делать, если карта позволяет Нужно пилоны грызть сейчас, пока оверчажи не выставлены Я не знаю, что зерк тянет На хрена ты грызешь, рабочих грызишь-то эти пилоны, чертовы, блин Все, пилончик атакует Пилончик уничтожен База вторая под ударом Рабов, правда, у зерка до сих пор меньше Но оно и очевидно, что при таком раскладе рабов будет меньше Пилоны нужно здесь все сгрызать Самое главное на второй базе сгрызать Я не понимаю, что зерк тянет Здесь вот еще один оверчаж сейчас будет Наконец-то, наконец-то сообразил Начал пилон грызть в это время Еще передроп на мейн идет Нужно ворваться в рабочих, красавчик Зерк вообще разводила еще тот 8 лингов на мейне в рабочих правах Здесь адепты падают Рабочие падают 19-25 Прот что-то медленно реагировал Сейчас, конечно, затерпел в итоге Второй оракул готов 10 линги снизу адептов прессуют Оверчаж сверху есть Адептик минус Нужно уйти из-под оракул Понимаете, что зерк лезет-то так Так, пилоны добавляются 25 энергии скоро ввысь Можно будет на мазеркором Включить оверчаж очередной Нужно выгрызать Все, все, последний оверчаж Сейчас запилен Овера нужно посадить Сейчас, естественно, лингов дропнутся Одновременно подгрызать Здесь 40-26 по лимиту Так, я вончик минус Нет, минус Догрызает Все-таки Нексус тоже сейчас будет уничтожен Парабам уже ровно Фактически Два оракула есть Но спорки ставятся сейчас На второй-то базе И вообще рабочих Три штуки всего Оракулы врываются Видят спорку Прекрасно На хайграунд заходить Я думаю, что лингами Особо-то и не нужно Хоть доходится Видите, зерк Все, он заходит Лингами на хайграунд Да не надо Нафиг врываться туда Два плюс овера Парабам Одинок Здесь-то две базы Против одной Королевы две штуки Есть Криптумор Я не знаю, чего жалеет Сейчас зерк Криптумор Поставить энергии Королеве Нужно просто Запилить хат И соединить Сейчас И все Ну, еще для просто Конечно же Не конец То есть Рабов одинаково Лимиты одинаковые Оракулы добавляются Не знаю, нужно не оракулов Нужно грелку здесь построить Почему? Здесь оверов по карте летает Просто до хрена Можно подрезать Переводят зерк Как же криво Сейчас зерк играет То есть Очень грамотно Все сгрыз Рабочих тупо Переводят Отдает сейчас Это вообще Ему-то не нужно Абсолютно было делать Адепты спустились Очень вовремя Линги пришли Адепты окружены Ну, оракул помогать Но адепты падают Самое главное Минус все Причем адепты Хорош Молодец Зерк поймал 6 хп Ну, одного удара Не хватило Что будет делать зерк Будет ли он с королевами пушить Будет ли он Какой-нибудь лейер делается Там, я не знаю Сейчас посмотрим Будет ли третью Может с хатом ставить Нужно, очевидно Нужно просто принимать Вот на спуске На вторую На вторую тяжело То есть Нужно либо полностью улынить Как-то с королевами Нужно что-то противовоздушное Либо Либо Выходить в третью базу И закреплять Экономические преимущества Данные Знаете, сейчас просто Некус поставят И все вровень В итоге выйдет Опять же Лимиты Посмотрите Они почти не отличаются Да, третья пошла Роуч Ворон делается Вот 39-25 Парабам Это уже Неплохо Это уже Неплохо Ох 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 Угу, интересное место для стазисной ловушки выбирают Ушел под спорку, королеву успел увезти, хейтми при этом Так, пытается оракул подрезать, раз оракул минус и два оракул минус Хорош, королева меня сейчас обрезает Линги, роучи, королевы, медленный пуш, вперед Сейчас пошел Здесь оборона, пилоны, три сентрии, адепт, сталкер, мазерфорд И оракул, это очень мало Здесь роучи идут, они сейчас в реводжеров Хотя нет, они в реводжеров не могут превратиться Почему же? Газа нету Ну что, стазисная ловушка ставится Но нужно что-то вперед вывести Сработало, ловушка даже никто не запретился Потому что линк там один был Ну реводжер-то где хоть один, чтобы пилды эти сбривать Ну что, зерфу тупит, я не понимаю Потратил все трансфюзы, вместо того, чтобы пару кинуть Вон сюда кидаешь, фаербол сразу три пилда минус 96-60 по лимиту Но я думаю, для Коу лучше, чтобы... Я не знаю, кто лучше для Коу Чтобы был ВВП там у него лучше, ПВЗ Но мне кажется, что зерфа почему-то лучше Не знаю, посмотрим Заходит в пейтме А раньше такой средненький игрок Лучше молодец, смотрите, какой уровень набрал Здесь есть иммортал, но он один всего лишь с иммортал Оракул еле живой Иммортала поймали в итоге юнит из эрга Нексус падает 98-40 по лимиту Интересные игры, кстати, продемонстрировали у нас игроки Ну и Коу против Кейтме В итоге ПВЗ-шечка Че-то поговорить-то Надежда на Коу, что мы будем полуфинал с ним смотреть GG Majestic пишет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, надо Коу отписать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё, я вернулся. Накис за премиум, спасибо. Надо было тормозить, но Twitch сейчас тоже работает, если что. Поэтому всё нормально должно быть. И ходить на Twitch, если что. Так, захожу в Коу, всё, вижу, что игра создана. Отлично. Коу против Hate Me. Последний представитель СНГ на отборочных будет биться сейчас. И это очень хорошо. Обидчик Хэппи, между прочим. А нет, обидчика Хэппи Хэйтми наказал. Вру я, Маджестик, всё. Ну что ж, поехали. Такие аккаунты, смотрите, Hate Me. Платье на у Коу, Алмаз, кто же победит? Я не знаю, поедет ли куда-нибудь Коу или нет, но пройти отборочно, если ты пройдёшь, уже резон ехать есть. Ну не поедет, так что делать? Так не поедет. Для тренировки поиграть можно. Лишний раз. Показан. Показан. Продолжение следует... Так, температуру промерю я ещё разок. Что-то, блин, прям морозит меня. Ну что, хейтми ставят. 17-ю пул без газа, 3-я до готовности пула. Ну, как Блай, не знаю, как он сейчас любит, но я раньше очень любил. Он именно такой бил, без газовый. 17-я пул, 3-я до готовности пула. Ну, а здесь... Так, а здесь Нексус даже после кибернетки заказан был. Причём, Зерк этого не видел. И оверов одного здесь, это вообще не летит на разведку. Ой, Зерк хитрый, а. АПМ, кстати, какой. Пока небольшой АПМ проверяет пробкой, нет ли здесь овера у нас, Коу. У овера сейчас спалят, между прочим, и можно будет его принять. Готов, Столки-Рок. Идём вперёд, минус оверок. Хитрый Зерк какой, а. Молодец, Коу, чётко очень в этом плане действует. А, у него паса, загранника нет. Серьмо. Не надо быть валеркой. Нужно загранник делать. Ладно, визу его там ещё можно экстренно, но я загранник экстренно тебе не сделаю. Хотя в 2008 году, когда я на ОЦГ прошёл, мне вместо месяца сделали за неделю загранку, как бы, и мне лично тут в Пскове, в загранслужбе, дал его, ну, главный по-загранному, кто так забыл там, дядя. Вот, за что ему огромный респект и спасибо большое. Это было очень давно, правда, уже, ё-моё, уже 10 лет спалил. Ну, 8 лет фактически прошло с того момента. Ещё одного овера поу подрезал. Вот, так, как-то так. Ну, уже нету у Коу даже недели, потому что, если даже за неделю ему дадут загранник, то визу за 3 дня навряд ли ему дадут, скажем, ну, если только сверхсрочные. А почему там какие-нибудь сверхсрочные есть у нас? Ну, с одной, это всё лишние деньги, это лишние заморочки, поэтому навряд ли он куда-то уже действительно поедет. Пришёл с толкерами, посмотрите, два дрона ещё покуснул. Телепорт домой надо делать, нахер с ХП, не надо терять мазерфором. Пошёл телепорт домой. Всё нормально, ещё и на мейт пришёл. Просто на муве с толкерами зашёл, два дрона подрезал и улетел. И третий некст сейчас будет готов. 2 астер гейта, интересный свитч идёт, здесь 2 сталкера, 2 адепта. Привет, разведчик, всем привет, ребят. Да, и помните, что на кипбете ставочки на все эти игры появляются сейчас. Так что не пропускайте, смотрите. Хотя на кул против хейтми я не вижу уставочек никаких. Но на какие-то есть, какие-то пропускают, не успевают запилить. В любом случае, кому это интересно, заглядывайте туда, обновляйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Перекапываются спорочки Здесь спалил, погодите А, два астергейта были спалены Сейчас зергам Но кул, хитрый кул Он что-то не особо спешит Фениксов-то здесь наделать И у него Даркшрайна еще, что самое интересное И у него две фаржи Тоже, кстати, интересный момент Так, минус линк Два адептика на мейн Проходят, будут прываться-то Врывается кул на мейн Две королевы здесь Королева это все, что есть для обороны От адептов, иллюзии кул пускает Идет на вторую базу Здесь есть, что покусить, как вы видите Телепорт опять на мейн Пошел, дроны уезжают Пять дронов уже подрезал Кул Красавчик просто Восемь дронов уже подрезал И гидролизка еще подрезал Вообще Блин, кул что-то сегодня вообще ударит Посмотрите, как он грамотно все делает Смотрите, как он грамотно все делает Ну что, пошли пилончики Два-два, грейд и укол По разу серьезно идет Роуч тут поднимает Овера может лучше подрезать Проще будет Хотя пофиг, какого здесь подрезать Овер и роуч И в принципе дэмэдж по всем одинаковый Бонусов здесь нет ни по кому И фениксы улетают Хейтмиссер больше лимита Но здесь три базы Из положительных моментов Три-три, ой, два-два грейды здесь делаются Иммортал из двух роба Чарж делкам Так, гидрол добавляет Кул 4-ый Нет, не хочет запилить пока Ну против гидры Вот против этого микса Вообще идеально все У Кул пока С люрой уже, да Могут проблемы возникнуть Некоторые Но Прям не гигантские Фениксов не потерял Улетает дэмэдж только получил Кул Ну не надо висеть здесь Нужно сваливать отсюда Нафиг Что же шторм у нас А что шторм-то не бустится Вот Опять же, посмотрите Два-два бустов Не в фаржах Нет, не в шторм Не в этом архивах Темпларов Заходят сюда Ченджинги Нужно сбрить Сбривает Кул Ченджингов Пилонов До хрена Всего здесь до хрена Для обороны Заходит Наверх Зерк Уверчажа Нужно пилоны Выставлять Три Уверчажа Круто 4-ый-то где Не понимает Зерк Что здесь Наверх Ему просто так Никто не даст Зайти Нет, у ПП Шансов пройти Нет Не столько Он поедет На сам древхак И будет там Играть На Опенбреке Что называется Шторм Есть Нужно идти вниз Нужно штормить Пошел Шторм Раз Дальше Зерк Понимает Что лезть Без шансов Не лезет Дальше 2-2 Аграды Сейчас будут готовы Зилков Коу Еще доварплют Фениксы При этом Во всем Вообще В бою Не участв Хотя Что они Могли сделать Там Гидры Гигантское Количество Было Ну просто Ими будет Помогать Если выходить Коу Будет Вперед Естественно До варп Еще штурмовиков Уйдет 11 люркеров Очень любят Люру Этот зерк На люру Лезть не надо Просто Коу Конечно Так Грончики Подрезаются Хороший контроль На вторую базу В кармане Овера Простите Кониксы Влетают Оверов Подрезают Очень даже Неплохо Коу Не знаю Что со старыми игроками С моды В покер играл Я слышал Сначала Удачно Потом Не очень Удачно Но это давно Я уже слышал Адвокат В банковской Какой-то Сфере Финансовой Точно Не знаю Где сейчас Был По крайней мере Как Остальные Про ГОСТ ГОСТА Вообще Не знаю Лично Знаком Я только СА-2 Так Штурмачков Очень много Очень много DC Immortals У Коу 3-3 Грейды делаются Грейды У Коу Вообще Хорошие Четвертый Nexus Пошел У лимит Немножечко Проседает Пока Но нужно ли Доводить До таких Каких-то Супер Лимитов Вообще Может быть Как-то Разобраться Надо было бы Попытаться У Зелков Плюс Две Атаки Против Против Лингов Одного Армора Успевает По чудам Билон Запилить Сейчас А Маджейстик Не успевался Товарищем Запилить Пилона И в итоге Отдавался Линги Вообще Распакованы Были Нахрен Здесь Пилончик Еще один Ставится Нужно Да Здесь Пилон Поставить Чтобы Зелку Проще Было Рампу Влощадь Еще Забегания Лингов Хорош Молодец Пользуется Грамотной Вот этой Темой Забеганиями Темписты У Коу Уже Пошли Темписты Очень важный Момент Потому что Они к этому Миксу Очень хорошо Подходят И вообще Коу Очень так Такую Хорошую Зрелую Угру Я бы сказал Показывает Сейчас Нужно Здесь Дефиться Линги Очень жестко Начинают Напрягать Чуть Ничего Не Происходит От Коу Только Я Сказал И Коу Начинает Коящись Как-то Зато Пятую Базу Зерк Вообще Свою Не отбивать Не собирает У меня Такое Ощущение Пока Складывается Лингов Прикопал Сейчас И Они В любой Момент Смогут Вырваться Так Есть Оракула Есть Ревелэйшн По Люре Пошел Очень много Шторма Коу Кидает На Люру На других Юнитов А в сервер Здесь есть Фидбэки Пошли Штормовиками Аккуратнее Нужно быть Люра Она и с Имморталами Неплохо Очень справляет Особенно Если есть Некоторое количество Хотя бы Гидралисков Коу Поднимает Гидру Но Две штуки Осталось Нужно Этих Забрать Гидралов Забирает Двух Ну под спорками Летать Лишний раз Не надо Люра Хату Не прикрывала Можно было Спокойно Сейчас Хату Сбрить Штормы Хорошие Коу Кидается И куда Зерк Пломился Красавчик Просто Хороший Контроль Очень внимателен Не дает Зерку Спуска Сейчас То есть Вроде как Не продавливает Но И не дает Зерку Его убрать Тоже Просто так Вот взять Там Окружить Имморталов И еще что-то Так Здесь Линги Были Обнаруж Уничтожены Темпистов Все больше И больше Становится Нужно Заказать Обязательно Атаку На воздух Сейчас В кибернетке И нужно Поля Продолжать Делать Потому что Поля Это немаловажно Играть На поздней Стадии В особенности Ни того Ни того Пока Не делается Темписты Вперед Летят Укол 190 На 169 Зерга Здесь Вайперы Есть Но Что Вайперы Темписты Вайперов Сейчас Развалят Просто Так Ревелэйшн Пошел Хороший Ревелэйшн Так Дилки Плюс Эморг Все здесь Эморг Зерга Притягивает Бедняга Эморг Куда попал Фидбэк Как дохрена Не страшны Вот Так Что-то погибло Что-то погибло Не страшны Не страшны Вайперы Просто Поломятся Вперед Можно Под фидбэч Немножечко Будет Зерга Тоже Внимателен Видит Что его Хочет Попут Фидбэч Пытает Почему Мне кажется Что это Сквиз Грызть Не получается Вайперы Как-то сбоку Заходят Вместе Вместе С Кораптерами Облетает Пул Наверх Темпестами Убиваю Сейчас Корки Люра Копается Ближе Ревелэйшн По люре Пошел Можно Шторм Кинуть Нормально Можно От всех Люров Попасть Одновременно Неаккуратно Ставят Люру Начинает Коу Сграть Вот в чем Сила Темпест Очень Грамотно Коу Сейчас Действует Одновременно Пятый Нексус Пытает Заказать Вайпер Поход Фидбэк Получает Еще Фидбэк Вайпер Получает Насколько Коу Внимательно Коу У него ПМ Вообще 200 Блин Красавчик КФМ Такой Не гигантский Мягко Успевает Все Вообще Очень Внимателен Очень Четок В контроле Понимает Что делает Вижу Шарит В лотве Очень Сильно Потому что Миксы У него Специфические Лотовские Я пока Как бы Не шарю Даже Что Не шарил Что Вот такая Тема Я понимаю Что Что-то Подобное Решает Темпест Очень Вовременно Быстрых Я бы сказал Темпест Таких Своемременных Вышел Но Только Нахвалил Я Коу Сразу же Ошибки Пошли Он где-то Дома Начал Контролить А вот Он здесь Видимо Контролил Зерк Разваливает Ну Делки С тремя Атаками Вроде Линдами С двумя Арморами Сбираться Идет Вперед Коу Люру Выбивает Пока Отлегся Тарапторы Летают Над архонами Над сталкерами Ты что делаешь Зерк Дружок 116 На 185 Пользу Коу По лимиту Становится Сейчас Идет Он Дожимать Уже Насколько Я вижу Оракул Живой Гэпи Харюш Харюш Молодец Коу Сильно Сильно Отыграл Нужно Дожимать И Сирала Дожимать Нужно Ну Жаль Хвоты Передавать Нельзя Можно Блокнуть Своему Передать Такой Хрени У нас Нет Не у нас А в принципе Такой Хрени Нет Потому что Пройдет Если Коу Не сможет Играть Кто Там Места Занял Какие Тоже Так Ну Шоу Тайм 1 1 Захожу Коу Все Много Хвалить Не буду Блин Че ж так Холодно Там Ничего Знаете Температура 37 Всего Не Ахти У Ахти Ну, в каких-то ситуациях, да, раку удобнее, чем обсервер против люры, но с нормальным контролем обсервер все получше, как бы. Ну, а раку, он зато ревелэйшн сдалека кидаешь, и не нужно бояться за то, что ты сейчас опса потеряешь, просто ты ничего видеть не будешь. Ну, через гейт опять коу начинает, а, через лагерь-то коу начинает. Он рассчитывает на билд 3 хаты пул, и тут именно такой билд зерка играет. У вас же я всех приветствую. Ну, и говорю в очередной раз, что можете поддерживать меня, мой канал, естественно, по реквизитам официально, или через плеер, отсущенными адлоковыми подписками на премиум, а евроотборочные на DreamHack, финальную часть DreamHack тоже будем стримить официально. В групповую стадию можно будет урываться, насколько я понимаю, стадия решающая будет клинфидом. Будет клинфидом стримиться. Ну, и стримов будет очень много в ближайшее время, не знаю, что завтра. Вот, а здесь есть место для Нексуса там? Ну, коу рассчитан, наверное, да, вот так вот он прям сюда и встает стеночкой. Два адепта строятся. Там пул у зерга. Адепт, вперёд пошли. Понимает коу, что кросс-риспея. Насколько я вижу, королевы на дальних базах, кстати, заказаны тоже. Интересно, лишь... Да, здесь Нексус вплотную прям ко всему ставится. Что, интересная стенка такая. Значит, у коу всё оттренированное, и это очень важный момент, очень грамотный. А вот здесь вот выход. Вообще всё чётко. Что коу боится-то, не понимаю? Там вообще ничего у зерга нет. Ну, вообще нет. Ну, ни хрена. Ну, коу, ну чё ты на третью-то пришёл? Ну, хоть иллюзии на вторую нужно было посылать, но он просто боялся, что адепты погибнуть могут. У зерга такая экономика дичайшая. Адепты к силлаге ушли. Нужно аккуратнее быть. Сейчас Линда Мур доделается, и можно адептов потерять. Но, Кварабам, ситуация близка. Нексус второй готов. Нужно переводить пробок, помимо 16. Переводят Попровь. Здесь по три некоторые минералы добываются. Здесь вот один, а здесь три. Всё, муфлингом готов. Но адепта Микоу назад уже ушёл домой. Зерксиров в плюсе, посмотрите, по лимиту по всему. Тут как бы три базы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, но здесь-то вот уже ставятся здания, которые необходимы для того, чтобы принимать это всё дело Но лейера нет, и если где-то юнитов не будет, то приходят сюда 3 Dark'а, например Минус спорка и минус мейн сразу же Летит призма С Ксилнаги зачем? Ну зачем-то Коу летает, выбивает юнитов с Ксилнаги Не понимаю, зачем он это делает Нужно как-то адептами отвлекать, а на другую базу урываться, видимо На Ксилнаги всё убил Загружается Коу 4 Dark'а вар пошёл, но только не сюда их нужно Не здесь оставлять Заходит зерк Dark'и обходит Роучи Видит ли зерк, что происходит? Не знаю, насколько я понимаю, не очень-то он видит это всё Нужно на вторую пройти мимо Роучи сейчас Хотя нет, здесь зерк везде готов Прямо готовый зерк Ну на третьей базе зерк ни хрена не готов Ребята, обратите внимание Ну не королев нужно убивать А спорочку нужно убивать Спорочку, Коу Спорочку не убил Призму чуть не потерял, но не потерял По лимиту 99.60 В пользу хейтми в итоге Я вижу робо-бэй у Коу Переходит в дестабилизаторов Против того, что делает Ри Турьева Против того, что делает хейтми Это эффективное решение, действительно На второй байт Только вторая база сейчас не защищена Попытался Роучи ворон забрать Не просто сделать Может по одному Дарка имела смысл контролить Нет, в итоге не стал Ещё здесь уже лейр будет Сейчас Hydra Den запилен Но Коу не спешит на вторую базу выходить То есть На третью, простите Как и с Ревой А, вот это уже интересно Вот эта карта, кстати, такие вещи позволяет делать Вот С этим С карты на двух человек Где с Ревой играл Коу Там, ну, такие темы тяжело делать Там нету просто респов Где можно на халяву отъесть А здесь можно еще вот так вот Третью поляванную поставить И вообще замечательно будет Вообще два твайлайта А что два твайлайта В какой-то момент строил Видимо потом отменил Случайность бывает такое И у корейцев тоже бывает Главное что отменил Иногда даже корейцы достраивают Но здесь нужно телепорт сделать Пробок на дальнюю базу Я так думаю Решил очень долго будет здесь строить По одной Не знаю почему он стесняется Телепортик запилить Ризма все еще жива Можно Даркана Ксилнагу поставить Одного Ну вот проблема для Коу Конечно вот в чем У него только первая атака делается А здесь ведь не ровучие реведжеры Здесь милишные грейды И здесь линги ультра будет в итоге В перспективе Да Телепорт сделал все таки По Мазеркорам Что-то пока один газ Правда добывает Проверяет Проверяет зерк Нет ли здесь что-нибудь У нас на дальней базе Коу Забегает лингами Оп А нет Сначала проверяет здесь все И только потом Туда будет драться Призму потерял Коу Это ошибка очень большая была Что-то зерка по лимиту Много и В итоге вот Хитрость это Коу Сработала бы Если бы Зерк не обнаружил Например эту базу Но он обнаружил базу И куда теперь побежит Хейтми Я не знаю По тоночке Добавляют Силды Ставятся Линги побежали Краски сюда Мазеркор На дальней базе Здесь не надо Пока никаких Третьих нексусов Четвертых Ставить Коу Зилука идет Видит Коу Что здесь Зерга Много стоит Дестабилизаторов Две штучки Боюсь Что в чистом поле Все нереально Практически будет Ааа 9 люров Ну 9 люры Штука Это хорошо Но если будет Это Вот если этот рез Будет работать Будет больше Дестабилизаторов Строить И шансы есть Кто так Хреново Грэйды Коу делает Вот этого Я не могу Знать Честно Ребят А ведь сейчас Зергу То есть раньше В ходе В воле Можно было Просто сидеть Вот так вот Спокойно Здесь И обороняться А сейчас У люры Рейндж Больше чем у фотонок На 3 А нет На 2 У фотонок 7 У люры 9 И можно просто Напросто Люру здесь Акапать И все нормально Будет А зерк Даже не стал Люру закапывать Он просто Лингами Пробревается Коу почему-то Думал Что он сдержит Лингу с фотонками Но Ни хрена Он не сдерживает Здесь 2-2 И уже адреналин Наверное Есть Адреналина пока нет Потому что Хайва нет Ну скоро будет И адреналин Уверсир минус Дарки пошли От Коу Но на медленный Пилон Коу на хрена На мель А вот 2 дарка Варпанется Вовремя Начинает Нарезать Здесь пилоны Главное не потерять До варпа 3 дарков 3 дарков Сбивает Варп Что такое-то Дарки минусуются Здесь оверсир Новый прилетел Зарф Такой контрольный Тоже контролер Я еще тот Смотрю Архончиков Сливает Сейчас Коу Телепорт Вынужден делать Чтобы отбиться Нужен оверчар Сейчас выставлять Здесь Можно Телепорт Будет и домой Потом сделать Отбивает Коу 138 170 Тащит Просто Как клев Молодой Я вам скажу Из пнигрейды Эти Вообще Все замечательно Грейдами Вообще Провал Коу Тут Как ни крути Тут Ни хрена И не изменить Ему В итоге Люры Много Здесь Линги Врываются Это Минус Некто Практически Моментально Сейчас Будет Ну Ничего Здесь Не поможет Ни адепта Ни дестабилизатора Мазеркор Тоже Отдает Ни телепорт Домой Тебе Не сделать Ни уверчаж Не выставить Ничего Коу Контролит Линги Гидры Контроль Хороший Демонстрирует Где Где Грейды Коу Там Зерк Уже Делается Ну Кстати На 12 Минуте Т-3-3 Это Тоже Хорош Зерк Молодец По грейдам Так Он Четко Очень Идет Нексус Придется Отдать А Это Смерти Подобно С данной Ситуацией Продолжение следует... Ну Ну что Минус Линк Здесь Здесь У нас Урывы Какие-то Идут Отменяем Стретий Нексус На Центре Контакт Тут Уже Ультра Пошла Вообще О Агрессивный Блин Поспешил Сделать Парочку Штук Забирает Кишаков Шторм Еще Все Еще Не Готов Через Несколько Секунд Будет Все Готов Шторм Можно Штормить Сейчас Хорошо Палюре Попадает Хорошо Здесь В общем-то Действует Очень Метко Стреляет И Дестабилизаторами Шторм Доделал Успевает Шторм Законтролить При этом Все Внутри Этего Нексуса Нет Вот Эта Баста Была При таком Раскладе Как Коу Сейчас Играет Будь Ниндзя Нычка Он Вообще Сейчас Ситуация Не Выигрышная Была Очень Хорошая Но При том Что у Коу Слабенькая Экономика У него Просто Не Ночи Добавлять У него Не очень Хорошая Ситуация Получается Обязательно Грейды Здесь 3 Линги С адреналином Ультра Сейчас Будет 7 3 Выходить А здесь Всего Лишь 2 2 Сейчас Будет Что-то Псиштормовики У кого Отдельно От армии Гулять Не Понял Я Чего Опять Некус Уменен Не Это ГГш Сейчас Пол Придет Его Зерк Уничтожит И Ничего Дальше И Не Поделаешь 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 У нас вырывы Китые Так Нам Шар Против Снута Бьется В первом Полуфинале ЗВЗ За выход Ну Если Ко Проиграет Сирал С Хейт Будет Завозебиться Ну Я Вам Сразу Говорю Если Ко Проигрывает Я Ребят Завершаю Турнир Я Один Дома Ребят Мама Моя В больнице С фарингет Насчет Ну Ну Не 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 Против Системь раньше времени. Я думаю, что после такой четко выигранной первой игры он может затащить, в принципе, и третью. Просто немножко план его не сросся в последней игре, и Зерк принял дарков просто великолепно. Они в итоге не закатили, и там адепт не закатили. Была нормальная ситуация по экономике. Ну и ниндзя нычку спалил Зерк моментально. Либо он знает, как Коу играет, либо просто очень четок. Я даже не знаю, что сказать. Но Коу, он еще свола. Еще свола, когда сам играл, он любил такие всякие вещи подобные. И еще по грейдам Коу. Ну как? У Зерка 3-3 на 12-й минуте уже было на готово, на четверть. То есть Коу нужно даже не 2 фаржи, ему нужна была 1 фаржа. Видно было, что Овер может улететь, и он улетел как раз на один выстрел, оставался. 13 хп, 14 дэмэджа по Оверу сталкер дает. Он же с бонусом по нему бьет, по идее, да? Вроде да. Я даже призадумался. Да, с бонусом сталкер дает по Оверу. Третий Нексус от Коу на 3-10, на 3-15. Ну, один из самых ранних типов третьего Нексуса. Зерка Мув. Против на гребень Лири Лак делал против Маджестика сгрызалити Зерк. И здесь, похоже, что-то на сгрызалити. Либо это тайминговые 10 Лингов. Кстати, против Маджестика он тоже здесь их делал, но против Адепта он делал. Ну, а почему нет? Сейчас минус 2 сталкера у Хоу будет. Ошибка Хоу. Зачем ты сюда пришел? Хотя Мазеркор летит. Мазеркор-то где-то сзади сейчас летает. Мув. Все, Лингов готов. Уходить с сталкерами. Нужен телепортик домой. Поперли. Пошел телепортик. И даже один сталкер этот выжил. Но, правда, он на 4-х бы выжил. Здесь нужно ставить фаржу. Нужно застраивать Смазеркор. Сюда приводить нужно оверчажи. Смазеркор. Спасибо, разведчик, спасибо всем. Продолжение следует... Так, ну что, Фениксы здесь харасит? Оракул висит... А, он залетал уже, два дрона погиб, мне просто, ну, особо нужно было проконтролить немножечко. Мне нужно было отвлечься, поэтому не заметил я, так как в чатике происходят непонятные вещи. Нужно было их пресечь. Плюс четыре гитта пошло на базе в кармане от Коу. Здесь у нас две форжи работают. Мне нравится билд Коу, что он две форжи ранних делает и т.д. и т.д. Но я не понимаю, почему форжи стоят вот здесь, вот они на мэйне. Нахрена их ставить вот сюда? Сейчас приходит зерк, посмотрите. И минус просто форжа, моментально минус. Коу юнитов часть стоит и выведет и уже нахрен этих адептов. Вот атака отменена, пожалуйста. И здесь пуша идет очень напряженная от зерга сейчас. Причем с четырех баз. Призма куда-то улетела. Нет, ну призму сюда вернуть, может быть, получилось. Но тут я боюсь, что Коу вообще может не отбиться. Хотя нет, по лимиту нормально, по рапам нормально. Но грейды потерял. Это абсолютно не нужно. Были бы здесь грейды, они бы зарешали на перспективу. Вот это точно. Да, варп адепт идет. Между прочим, это все, вот этот микс адептами в Коуу сбривается. Просто адептами масса. Здесь линги и драфт. По ним по всем бонус. Но адептов нужно уже сразу иметь, чтобы принимать этот выход. Нормальное количество. Еле-еле держится Коуу. Да варп адептика по... Есть грейд? Нет, грейда на адептов, к сожалению, нету. Штон скоро будет готов. А у зерга уже ультралис кеверн. Блин, на самом деле этот зерг очень неплох. Он нравится мне, как он играет. Посмотрите. Зерг пушит линга гидрой. И на восьмой минуте строит уже пять ультралов с грейдами 2-2. И пушит линга гидрой. Удачи. Но на самом деле здесь зерг молодец, конечно. Но Коу со своим вот этим билдом. Две фаржи, две роба и отсутствие юнитов. Еще две фаржи снизу. Он сам себя немножечко подставил тоже. Но все равно, кстати. Зерг играет достаточно сильно. От таких вот тем, чтобы фаржи так не ставить. Я не знаю. Две-три игры, но наверняка на ладере проигрывали все. Да и Коу тоже проигрывали. Это должно... Ты таким вещам должен быстро учиться. Ну, нахрена ты здесь их держишь? Пусть они где-нибудь на мэне нахрен стоят. И все. Установил две фаржи Коу. Ну, вот здесь пусть... Почему они изначально здесь не могли быть? Эти фаржи чертовы. Да. Да, в лотве бесконечные бусты. Но они... Вот, посмотрите. Три буста в никуда, тоже ошибка очень жесткая. С ультралами Зерг уже ломятся. Но они медленнее бустят. Их только три штуки. То есть, можно три здания пробустить. И они все время на них будут стоять. И просто их постоянно забывают, на самом деле. Так, линги врываются. Шторм пошел. Линги окружает. Ультралы окружает. И Мортлами Коу контролит. Пытается контролить. Они при этом не успевают Мазеркором выставлять уверчаржи. Нужно выставлять. И Мортлые еле живые. Но пока живут, но под зеленкой. Пришли под ультралы. Ультрал просто минус все. Зеленка отменяет сейчас уверчаржи. Естественно, сразу же. Да, варп, делку. Пошли, делки сделаю с ультралами. Ну, выг, я что могу сказать. И уверсиры есть. И все есть. Сильный Зерк. Сильный Зерк. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Необычный стиль у Коу, конечно. Он, но обычный, необычный. Это абсолютно не важно. Коу играет сильно, и это видно. Но Зерк готов ко всему. Вот это тут и пуша Линга Гидрой. На восьмой минуте еще и ультрал с 2.2 грейдами заказывать. Это сильно, реально. Это сильный билд. Это сильное исполнение. Так, ребят, пока стоп я не буду сделать. Сейчас я быстренько зверьё покормлю. Позвонить мне надо. Подождите, дночка. Позвонить мне надо. Позвонить мне надо. Позвонить мне надо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...